Есть очень чёткая субординация. Понимаете, этой субординации нет у нас в нашей жизни. Например, женщина знает, как себя вести с мужем, она младшая для него, мужчина старше. В нашей деятельности часто мужчина знает меньше, чем женщина, допустим, в деятельности. И как она может быть младшей в этой ситуации. Ну то есть, если субординация в отношениях семейных совпадает с субординацией в главных отношениях, тогда попроще, но могут быть перегибы. Например, в этом случае мужчина начинает эксплуатировать женщину волевым способом решения принимать также и в семейной жизни. Потому что он стал начальником там, и он адресировал подчиняться, он также пытается действовать и дома. Это приводит опять к разрухе психики женщины, потому что женщина и мужчина в семейных отношениях равны друг с другом. А в деловых отношениях равенства быть не может, потому что сразу разрушается деятельность. Я вам просто описал проблемы, которые вы и сами знаете. Поэтому этот вопрос задал. Но вы согласны с тем, что это так? Да, всё правильно. Что делать? Что делать в вопросе? Как отступать назад? Самый лучший способ, если есть возможность, кто-то из членов семьи выходит из деятельности друг с другом, или она разделяется, то есть они разные сферы берут, не пытаются друг с другом это решать, и устанавливают чисто личные отношения семейных друг с другом. Вот так вот. Уменьшить нагрузку семейных отношений, уменьшить эту нагрузку. деловых отношений в семье, это уже спасает. Ну, допустим, прямого контакта, чтобы не было в решении вопросов. И строить личные отношения друг с другом, отношения любви, заботы. Второе решение, договариваться, что мы там работаем, здесь любим друг друга. Это будет аскеза, потому что всегда будет хотеться сказать. И обиды там, на работе, будут переноситься на обиды над личной жизнью. То есть я вам не решил вопрос, да? Не совсем. А что бы вы хотели от него услышать? Нет, я просто для себя не знаю. Ну, от вас я услышала все, что хотела услышать. Я просто думаю, как это. То, что вы ответили, положите. За отношениями в семье. У нас получилось, что я стала поводить. Ну, вот видите, у вас все получилось не так, как надо. У меня получилось вообще все не как надо. Я просто теперь не знаю, как назад. Я уже знаю, как надо, но теперь назад никак. Назад никак. Так, разделите, замените своего мужа в деятельности. И дайте ему отдельную сферу. И будет самый лучший вариант. Просто ничего не хочет уже на себя. На себя брать ничего не хочет. Замените его тогда. Выведите его из бизнеса. И строите с ним дома семейное отношение. И все, и будет победа с вас. Он не хочет ничего брать, потому что, понимаете, есть такой феномен. Вы были вчера на лекцию? Вот, к сожалению, да. Есть такой феномен, что мужчина, он или сильно вдохновляется поведением женщины и растет, или она его в нем уничтожает, просто мужское начало. То есть женщина или вдохновляет мужчину, или уничтожает. И мужчина с этим сделать ничего не может. Я приводил, например, песню одну. На стихи, по-моему, Роберта Рождественского. «Будь, пожалуйста, послабее». Я слушала вашу рюкцию, да, я послушала. Вот, все. «Будь, пожалуйста, послабее, будь, пожалуйста, послабее». Она его глушит, а он уже не знает, что делать с этим. А перестаньте с ним работать. Единственное, вы найдете себе хорошего, другого сотрудника, все-таки. Он постепенно окрепнет, станет получше, восстановится. Сейчас, похоже, он в депрессии находится. Он уже устал. «Ну, мы уже на разные территории разошлись». «Уже вместе живете?» «Нет, мы вместе работаем, общаемся, но вместе не живем». «Ну вот, ну вот это результат. Да, это результат. То есть надо как-то, да, я понял. Молиться надо. Молиться с ним установить отношения, сказать ему, давай будем вместе жить, и найти ему другую деятельность. Помочь ему. А лучше сейчас найти ему другую деятельность, отдельно от вас, и приобрести его в личный мир. Но вы не расстраиваетесь. Надо просто действовать дальше. Вы вместе еще, вы никуда не расстались. Он вас любит. Просто он устал уже в таких отношениях. Ваши вопросы? У нас ответ на вопросы. Лекция пока не началась. По деятельности, да? Угу. Давай, не танк. У меня вопрос, как сотрудник, и, наверное, самому руководителю, то есть себе, зажечь огонек, передать сотрудникам энергию, оптимизм, позитив, какой-то драйв? Не получается. Не все деньги, более сотрудникам передать. Понимаете, это могут делать специальные люди, которые имеют на это силу. Ну, допустим, вы можете мне спросить, Олег Геннадьевич, как мне спеть красиво? Красиво может спеть только тот, кто поет красиво. Так же есть в природе оптимистичные люди, которые, как бы, могут передавать этот драйв. Но вы не такой человек. Вы по природе не оптимист, а больше реалист. Понимаете? То есть вы, как бы, четко видите ситуацию, взвешиваете, можете, как бы, с сотрудниками дать деловые инструкции, как им работать правильно, оценить ситуацию, трезво, как бы, в этой ситуации сориентироваться. Вы реалист по природе. Но нужен человек, который будет вдохновлять людей. Он не реалист по природе. Он всегда вдохновляет. Он не может быть реалистом, он вдохновитель. У него другая природа совсем. Он всегда любит в позитивном свете. Это должен быть сотрудник компании или коучер, например? Вы знаете, вот часто люди думают, что если вы кого-то наймете, и он только имеет эту природу и больше ничего, то он сможет что-то пробудить в людях. Вдохновение не означает минус на плюс поменять. Вдохновение состоит из нескольких компонентов. Первый компонент веры в вашу идею. Первое, что нужно, нужно сделать какую-то идею в предприятии. Идея означает что-то светлое, что вы делаете по-другому бизнесу. Ну, например, вы там спонсируете, строите структуру, храмы. Идея-то вы считаете, что вы работаете. Или ваша идея в конечном счете сделать счастливыми сотрудниками. Или ваша идея еще какая-то, понимаете? Ну, то есть должна быть какая-то идея в бизнесе. Если этой идеи нет, тогда нет на что опираться в том, чтобы вдохновлять людей. Вот, допустим, у нас идея — это служение Богу. То есть я, то, что я делаю, мы все это делаем для Бога. Понимаете? Для развития духовности в России, там, людям и так далее. Вот у меня есть медицинский центр, мы так вдохновляем своих людей. Вот. Это первый компонент. Следующий, второй компонент — это Личность, которая обладает вашими ценностями. То есть она является соратником. Вместе с вами. То есть эта Личность не просто имеет качество, как она, а она верит в вас, эта Личность. Она верит в вашу идею и вам как Личности тоже. И тогда его качества, этого человека, начнут действовать, как рычаг очень мощный на людей. Они будут видеть, что кто-то из них будет видеть, а кто-то нет. Но люди разделятся на две части. Одни из них будут вдохновляемые, и их надо будет развивать. А другие будут не вдохновляемые, и их надо будет оттеснять от деятельности. Потому что вдохновляемые люди, у них сильный разум. Они могут развиваться как специалисты и сильными людьми стать. Они вдохновляемые, у них слабый разум. Хоть они и могут быть хорошими специалистами, но они не перспективные люди. И вы таким образом вдохновляете людей, и будете смотреть разделение вот этого. Кто вдохновляется, а кто нет. И вкладывать в те, кто вдохновляется, не вкладывать в те, кто не вдохновляется. Потому что есть большая разница между специалистом и соратником. Соратники обычно бывают плохими специалистами, а специалисты обычно бывают не соратниками. Но если вы увидите, что кто-то является соратником, и можно из него впоследствии сделать хорошего специалиста, вот это и есть тот человек, которого надо вкладывать для развития. Понимаете? То есть три вещи, которые вам надо сделать. Первое. Найти идею в вашу деятельность. Она означает то, что вам будет самой нравиться, что вы для Бога делаете в этой деятельности вообще. Вам будет самой, вы сами вдохновитесь, вы говорите, как меня вдохновите. Вот. Очень просто. Что-то делайте для людей, для Бога, то есть в своей деятельности. Чуть-чуть хотя бы что-то не обязательно, да деньги за это платить. Просто что-то делайте хорошего. Второе. Найти человека, который будет вашим соратником постепенно. Может это произойдет. Вот. Возведите его статус, который даст ему возможность общаться с людьми. Я даже чувствую, что у вас есть такой человек уже. Просто вы не сильно воспринимаете его как именно такого. Он всегда такой оптимистичный, разнеразный. Ну вот вы уже поняли даже, о коме говорю. Просто если он станет вашим соратником, а мне кажется, он и есть, то есть он в 200 отношениях достаточно хорошо, к вам относится. Но надо постепенно его квалификацию повышать в этом плане. То есть обучать его, вдохновлять людей. Вот второй компонент уже тоже мы раскрыли. Остался третий компонент. Это ваша возможность внутренне понимать, как развивать людей. Потому что просто вдохновение одно, оно не работает. Ура, 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 а что дальше? Понимаете, нужно, чтобы люди не просто вдохновлялись, а они становились вдохновлёнными. То есть, другими словами, развитыми как Личности. Вот это вот серьёзная работа, которую вы должны проводить годами. Развитая как Личность в духовном плане? Поймите, что есть только одна развитость у человека, это духовная. Только одна. Всё остальное, это не сильно большая развитость. Если человек духовно развит, он может так же и стать хорошим специалистом. Но если у вас есть хорошие специалисты, которые не развиты духовно, это всё равно как голки на ёлке, которые уже скоро сдуют ветром. Они и большие, и крепкие, и всё классно, пушистые. Но ветер, когда подует, ветер перемен. Они все... И кошка без шерсти. Понимаете, да, идеи? Поэтому на таких людей нет расчёта никакого. Они просто временные у вас предприятия. Есть только одна ценность в человеке. Это его духовно-нравственная позиция по отношению к вам, к вашей деятельности. Это соратники, если есть такие соратники, они ценности составляют. Истальные люди всё временно. Как только кризис, а кризис уже идёт, сразу все отваливаются. Чуть вы денег меньше дали, чем кто-то другой, он сразу раз туда перейдёт. Вся ваша дружба закончилась. Как знаете, есть две категории собак. Одни вдохновлены хозяевом, а другие мясом, которое он даёт. И как определить? Вот если собака хозяина вдохновлена, если ей другой хозяин мясо сует, она не угавкает. А если собака вдохновлена мясом, она только мясо ей другой хозяин даёт, она сразу туда убежала. Ей по барабану, что там будет у неё в сторожке. Главное, кто больше мяса даст, понимаете. Если даже у собак такое разделение есть, посмотрите на людей. Там это разделение чётко проявлено. Держите вокруг себя тех людей, которые вами вдохновлены, а не мясом, которое вы им даете. Спасибо. Мы все собрались, организаторы, как считают, есть у нас организаторы, как они считают. Мы все собрались или ещё подождали? Все? Начинаем лекцию. Спасибо. Я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Я надеюсь, что мы с вами достигнем нашего результата на этой лекции и все будут довольны. Там заявлено было, что мы также будем с вами беседовать о чём-то. То есть, поэтому у нас времени почти три часа. Хотели бы вы лично задавать мне вопросы при всех полчасиках в конце? Или я просто тему буду раскрывать больше? В конце, да? Хорошо. Итак, мы говорим сейчас о кризисе в нашей стране, о том, как сохранить компанию во время кризиса. И первое, что я хотел бы сказать, о том, что вы уже поняли, что такое время. Время – это самая большая сила в этом мире. Она всё старит, всё движет к трудностям. То есть, в теле старения процессы происходят, как вы знаете, в этом нет проблем. То есть, когда человек рождается, он уже стареет. В психике человека с каждым годом всё больше трудностей выходит наружу в результате времени. Маленький ребёнок не чувствует трудностей, даже если он болеет. Ему всё равно мир прекрасен, ему хорошо жить. Чем старше человек, тем больше на него наваливается груз времени. Понимаете, да? Со временем. Даже людей гнёт земле с возрастом. Но есть ещё определённые вещи, которые тоже связаны со временем, но они идут немножко непоследовательно. Это циклическое влияние времени на человека. И эти циклы означают хорошие и плохие периоды внутри психики человека, хорошие и плохие периоды внутри страны и хорошие и плохие периоды на территории всей Земли. И сейчас идут глобальные процессы. То есть, наша Земля сейчас находится под влиянием плохого периода. Вся Земля. Не то, что наша страна, а вся Земля. И есть четыре стадии развития плохого периода в любом процессе. Это в отношении семьи, допустим, в отношении коллектива, в отношении страны, в отношении Земли. Если плохой период начался, то первая стадия — это страх. Страх означает, что у людей нет чувства, что всё будет в будущем хорошо. У них нет устойчивости. Они боятся за будущее в своём коллективе или в рамках, допустим, нашей страны. Первая стадия — страх. То есть, страна жила, жила, жила. В том, пац, стало страшно жить. Профиксировали момент или нет? Что в какой-то момент стало страшно жить в нашей стране. Так ведь? Или нет? Или всё нормально? Есть определённое ощущение. Это первый период развития плохих событий. Второй период называется двойственность. Двойственность означает, что не просто страшно, а также есть хорошие люди — это мы. А есть плохие люди, которые нас не любят, и мы их не любим, потому что они плохие. Понимаете? Это второй период развития событий. Мы, наверное, находимся уже на нём или нет? Да. Теперь смотрите, есть ещё третий период. Это означает, что они не просто плохие, они враги. Мы хорошие, а они враги. Видите, этого пока ещё нет. Так? Врагов пока у нашей страны нет. Но вот, когда начинаются враги, это называется уже предвоенная обстановка. А есть ещё четвёртый период развития событий по ходу времени. Это означает, что уже начинаются военные действия. Я тоже считаю, что у нас идёт переход от двойственности вот этого ощущения, что есть плохие люди к вражде. Переход идёт к влиянию времени, сейчас идёт к этому. И мои прогнозы внутренние таковы. Я считаю, что в течение следующих, ближайших двух лет, 16-17 год, обстановка на Земле будет ухудшаться. И 17-й год, где-то летом, к лету будет кризис, который может вылиться в какую-то крупномасштабную войну. Или, может быть, и не вылиться. Я не знаю точно. Я не могу это точно сказать. Но энергетически я чувствую, что там будет развязка. И начало 18-го года, это как бы уже другая жизнь совсем пойдёт. Ну, я не знаю, хорошая или плохая. Но она уже вот этот вот цикл закончится, который сейчас идёт. То есть вот то, что сейчас на гнетение идёт, оно будет ещё два года продолжаться. Потом какая-то ситуация. И потом мне бы хотелось думать, что потом будет лучше. Так всегда хочется думать. Поэтому сейчас двойственно следите за сознанием людей. Если уже начнутся враги, вражда начнётся, то, соответственно, и ситуация станет предвоенной уже. И тогда дальше уже думайте, как вам действовать, развиваться. Потому что поведение человека, который несёт ответственность за людей, в разных периодах времени должно быть разным. Нужно всё планировать правильно. Если вы делаете точно так же, как вот, допустим, вы действуете так же, как было хорошее время, когда не было ни страха, всё развивалось. И вы сейчас пытаетесь свой бизнес развивать точно так же, как тогда. Это безумие. Это всегда идёт крах. Это всё равно, что вы бежите в 100 метровку по ровной местности и вы планируете то же самое время пробежать, как вы бежите вверх. Шансов нет. Вы обязательно будете бежать дольше вверх. И вам будет тяжелее. И неизвестно, добежите вы или нет, потому что вы можете споткнуться, там где-нибудь завязнуть, упасть и устать очень сильно. Поэтому сам способ бежать наверх, он должен быть другим. Итак, как сохранить компанию в кризис? Дело в том, что вообще, если говорить о ходе времени, то вот эти два периода времени, когда всё хорошо, предназначен для развития, когда всё плохо, предназначен тоже для развития, только для другого. И это надо чётко разграничивать. Понимаете, когда идёт кризис, то должно быть внутреннее развитие. Нужно вкладывать силы для того, чтобы очень глубоко, точно и логически выстраивать свой бизнес, оттачивать всё. Ну, оттачивать механизмы все внутри, прописывать законы, укреплять отношения с сотрудниками, укреплять команду. Пытаться прописать миссию своей деятельности, пытаться людей вдохновлять не материально, а нравственно и духовно в это время. Потому что есть разные способы мотивирования. Понимаете, люди часто думают, что здесь только один способ мотивирования — это деньги. И это глубочайшее заблуждение. Потому что более ценным, например, для человека является мотивирование с позиции отношений. Понятно, что деньги — это страх, то есть без них невозможно жить. Они или тебе хорошо — нет страха, или есть страх. Как только денег становится меньше, становится в жизни больше страха. Как только денег становится больше, страха становится меньше. Но когда люди живут большой, тесной семьёй, они мотивированы отношениями, очень сильной заботой. Тогда они могут этот страх терпеть. А когда семьи нет, страх терпеть невозможно. Всегда, когда есть страх, люди всегда жмутся друг к другу. Им нужны отношения. А если отношений нет, тогда они убегают туда, где они есть. Таким образом, надо понять, что мотивация деньгами, она... Понятно, что она нужна, без неё вообще ничего не сделаешь. Но если у вас есть близкие отношения в коллективе, и есть сила в этих отношениях, тогда вы можете на низком плаву держаться очень долго. И ваша компания может долго переносить этот кризис. Но если нет глубоких отношений, не построено вот это чувство защиты внутри вашего коллектива, и люди не чувствуют себя защищёнными, тогда в этом случае эта мотивация низкой зарплатой, она не сработает. Ну то есть люди будут всё равно убегать. Есть несколько моментов, которые я уже говорил в прошлый раз, и хочу ещё раз их подчёркивать, потому что всегда, когда время влияет на гнетаю обстановку, сама страна всегда переходит на другой способ жить. И есть определённые законы в этом. Первый закон. Всегда в стране демократии становится меньше, в любой стране, когда время поджимает, демократии становится меньше, директивного управления больше. Даже если демократические законы прописаны в стране, вот как, допустим, взять Украину, там прописаны демократические законы. Но на Украине сейчас уже военная обстановка. И поэтому демократия вообще никак не работает, вы видите. То есть там только работает директивная система власти. То есть если ты не с нами, тогда мы тебя сажаем в эту... мусорную в эту контейнер и носим по крещатику. Понимаете, что это не совсем демократические методы отношения. Поэтому это всё зависит от влияния времени. То есть если время усугубляется, тогда усиливается директивный способ управления ситуацией. Потому что есть только один способ побеждать в войне. Там никакой демократии в армии быть не может. Согласны? В армии есть только строгое подчинение. Точно так же, когда страна переходит в более сложный период жизни, только строгое подчинение спасает страну. Поэтому страна сейчас постепенно переходит в результате влияния времени на руслы директивного управления. И в соответствии с этим, если вы хотите выжить в этой ситуации, вы должны свой бизнес подстраивать или под госзаказы, или под какие-то серьёзные отношения с правящей партией, или ещё что-то в этом роде. Ну то есть нужно приближаться к главным в этой ситуации, быть ближе к ним. Потому что все, кто не ближе, они были. Они в конце концов будут оттеснены. Они станут менее важными. Это первое, что нужно понять. При кризисной ситуации все, кто в Сбербанк выживает, все остальные лопаются. То есть поддерживать власть? Поддерживать власть, несомненно. Абсолютно безумная идея пытаться хоть как-то критиковать власть в кризисной ситуации. Это просто безумие. Потому что это означает, что ты или должен уехать отсюда, потому что двойственность означает, если ты друг, оставайся здесь, будешь в нашей крепости. Если ты враг, тогда можешь туда переехать, будешь против нас. Сейчас, если тебя пустят, если ты уже успеешь это сделать другими словами. Сейчас пока ситуация не такая. Двойственность означает, что этот с нами, этот не с нами. Но потом ведь будет еще и третья обязательная стадия, я точно знаю, может быть уже на следующий год, когда будут конкретные враги уже, понимаете, и законы под это все подстроятся. То есть законы будут тоже такие. Уже сейчас есть такие законы. Там экстремисты, исламские государства, там и так далее. Все, вот они уже враги. Если ты хоть чуть-чуть себя как-то нюхаешь эту сторону, тогда все, тебя попоцают. И это правильно. Потому что страна иначе не выживет, понимаете. Законы всегда соответствуют возможности выживать. Но я сейчас говорю о бизнесе. То есть если вы приближаетесь к исполнению желаний государства, тогда, соответственно, вы на плаву. Если не приближаетесь, тогда, ну, может быть и все хорошо будет, а может быть и нет. Никто не знает. Только Бог знает. Следующее, что надо также понять. Если вы шпунки к зонтикам производите в кризис, то надо понять, что когда людям жрать нечего, им зонтики тоже не нужны. Понимаете? То есть во время кризиса надо хоть как-то свою деятельность перестраивать на жизненно необходимые вещи. Как я говорил с одним бизнесменом, который тоже камнями занимается, только он мне сказал, что его камни, они действуют дольше, чем мои. Потому что мои камни, они только какое-то время лечат человека, а его камни стоят вечно для человека. Ну, то есть он как бы памятники делает для населения. Из гранита. И он как бы сказал, что, вы знаете, у меня нет такого, ну, таких трудностей с кризисом. Потому что когда кризис наступает, заказов больше. У меня все нормально. То же самое вам бы сказали римонитологи, римонебатологи, или те, кто в психушках работает там и так далее. Понимаете? То есть есть, или, допустим, опять же, пищевая промышленность. Есть понятно, что какие-нибудь там, там, тортики, вот такие. Понимаете? А есть просто слабости обычные, там, казинаки какие-нибудь. Это 100% будет всегда продаваться. Понимаете? Есть продукты, которые просто надо кушать, и все. Это то, что надо кушать. И если, допустим, чем больше кризис, тем больше люди вкладывают просто в необходимые вещи. И тем меньше они вкладывают в то, что не нужно. Поэтому, если вы понимаете, что в ближайшие два года кризис, значит, вы как-то должны думать о том, что товары более простые, надо увеличивать продажи, более крутые, уменьшать. Это естественно. Видите, как вот, допустим, эти турпоездки тоже за рубеж. Это же просто закономерность. Чем больше кризис, тем меньше люди будут ездить за рубеж. По разным причинам. Не только там теракт, просто денег нет там и так далее. Это закономерные вещи. Опять же, деятельность внутри страны увеличивать, деятельность на экспорт, импорт уменьшать. Потому что, когда кризис, рушатся связи. Но время так действует, что рушатся связи между людьми. Но приведу вам такой пример. Допустим, время плохо влияет на площадку, на которой вы живете. Вас, допустим, вы как-то встречались друг с другом, общались. А сейчас плохое, время плохо влияет. И вы, там, ваша собачка накакала нечаянно на подстилку соседской квартиры. Понимаете, там была вонь, они вас не любят. И вы не сможете уже с ними общаться и встречаться. Поэтому не надо планировать какие-то совместные отношения. Потому что отношений нет. Точно так же в кризис разрушаются отношения между странами. Чего их планировать, если это просто невозможно? Надо развивать бизнес внутри страны. Внутри страны больше сейчас сработает, чем если мы будем с рубежом что-то делать. Мотивировать в кризис людей терпеть, углублять с ними личные отношения, заботиться о них, когда они болеют, и в трудную минуту увеличивать на это силы и следствия. И сохранять резервные фонды – это лучше, чем тратить резервные фонды и делать ненужные займы для того, чтобы поддерживать более высокую зарплату, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Потому что если вы людям скажете, что у нас еще есть резервный фон, по-любому зарплаты будут, то они будут чувствовать себя комфортно. А если вы все истратите на их зарплаты, они не будут себя чувствовать комфортно. Больше того, они потом вам плюнут на могилку и скажут, что ты как бы, конечно, нам кровь давал, но крови-то было мало. Никому от этой крови, к счастью, нет, потому что это мало. Поэтому как бы сохранять резервы и уменьшать зарплаты, вдохновлять людей личными отношениями, более близкие отношения с ним строить, заботиться о них, более важно сейчас, чем делать вид, что все хорошо, и тратить такие же зарплаты, сохранять, когда очевидно, что все сокращается. Ну, допустим, приведу пример. Кто-то заболел, вы лично приехали, нашли знакомого врача, бесплатно там или по дешевке полечили, человека просто вложили в его лечение деньги, когда ему трудно, и сказали, что так будет с каждым, что всем будем помогать. Или там у кого-то жена уходит, вернули назад. Не, я серьезно говорю? То есть это очень сильно ценится, то есть люди будут ценить это, заботу. Они будут ценить, что вот тут такая ситуация. Они потому что, вот попытайтесь в психологии человеку понять, когда наступает всемирный хаос. Самая большая ценность для человека становится то место, где он защищен, где он может вот так в норку залезть и сидеть там нормально. Там его не съедят. Потому что даже просто увольняться, допустим, в этой ситуации тоже страшно, куда-то. И здесь сокращение, там куда-то, кто угодится, куда ты пойдешь, где ты себе что найдешь. Люди поэтому, естественно, жмутся друг с другу. И если в этой ситуации вы им дадите защиту, будете ближе к ним и с ними отношения строить, подзаботиться, поддерживать их, тогда они не будут мотивированы именно большими деньгами в этой ситуации. А если у вас есть вот такие сотрудники, они мотивируются только большими деньгами, и они незаменимые у вас в кризисе, тогда для сохранения всего предприятия попытайтесь их заменить. Вы пытаетесь найти более молодого сотрудника, талантливого, который меньше знает, вы можете его обучать, но он не делает вот эти штуки. А если он делает, значит, он может вам все разрушить, потому что он, кроме этого, будет еще политикой против вас заниматься. Потому что, когда человеку не дают денег столько, сколько хочешь, а у него в голове есть трепяди, а верности нет, тогда он однозначно будет под себя людей, как бы против вас настраивать, и разрушать вам коллектив, что более ценно иметь идеологическое единство в коллективе, чем одного ценного сотрудника. Пускай будет кто-то работать хуже, тем более работать негде кризисом. чем, как бы, этот человек, который гнусит, все портит вокруг и разрушает среду вокруг себя. Вот в этих ситуациях здесь церемониться не надо. Если человек начал разрушительную деятельность, он недоволен, недовольный вокруг себя собирает, тогда надо подарить ему весь мир. Ну и, конечно, в этой ситуации то, что чаще всего мы просто не понимаем и не знаем, потому что социалистические времена прошли, и никто не знает, кто такой был политруб Кулачков, почему он бросился туда-то и взорвал то-то. Вот. Никто не знает, кто такой политруб, потому что у нас в деятельности никто не берет на идеологическую работу людей. Деловые отношения стали основой нашей деятельности, и мы не понимаем, что без идеолога в фирме жить невозможно. Пускай сейчас уже нет идеологии страны всей, она не стремится к светлому будущему, но если вы сделаете хотя бы свою какую-то идеологию у вас на предприятии, и идеолог будет, пускай он будет негласным идеологом, я не знаю, он будет работать в этом направлении с людьми, общаться на эту тему, тогда вы будете очень сильны. А если такого человека не будет, значит, тогда и результата никакого не будет в объединении людей, потому что когда... Вот представьте разницу в ситуации, допустим, вы берете как-то кусочек хлеба и говорите «цепа-цепа-цепа-цепа-цепа-цепа». Цепа побежит по-любому, потому что есть хлеб. И не одна, а все побегут. Есть хлеб, все бегут. Теперь вторая ситуация. Вы говорите «Ура, товарищи!» А там нужно бежать куда? Там не стреляют. Это другая ситуация. Это уже не «цепа-цепа-цепа» здесь не сработает. Все эти наюнные армии, это так себе, знаете, для отхода глаз. По-настоящему боюют только патриоты. Конечно, если еще денег заплатят, патриоты будут еще лучше. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что просто попытайтесь понять разницу. Мы же сейчас людей ведем не кусочку хлеба, мы ведем их непонятно куда. Никто не может сейчас гарантировать будущее ни на одной предприятии, нигде. Будущее в тумане в нашей стране. И, соответственно, куда вы их мотивируете? Если вам скажете, не волнуйтесь, все будет хорошо, но да, если мозгов нет, то человек не будет волноваться. А если есть в мозге, он обязательно будет волноваться. И есть только один способ мотивации в это время. Это патриотизм и духовное воспитание людей. Ну, я не знаю, патриотизм к стране или патриотизм к вашей идее какой-то, вашей фирме, я не знаю. Но когда люди находятся в тяжелой ситуации жизни, только патриотизм их спасает. Все остальное не спасает. Ничего больше не спасет. Как им быть вместе? У вас, может быть, есть какие-то варианты? Потому что люди боятся будущего сейчас. А если будущее светлое, потому что мы правильной дорогой идем, у нас все хорошо, тогда все нормально. Какие вопросы по этой теме, как сохранить компанию в призис? Ну, мы как бы часть темы разобрали. Может быть, по этой теме он, может, что-то и не так сказал. Собственно, по идеологии. А если ее не сессия? Вот смотрите, здесь очень важно понять вообще о том, ну, то, как вот... Микрофончик, передайте вот мужчине. Вот смотрите, замечательно. Давайте мы будем говорить не про диалогию с вами, а про людей. Вот можете ли вы провести закономерность внутреннюю и попытаться разобрать, кто такие более разумные люди, кто такие менее разумные люди? Вот как определить более разумного человека? Вот в чем его критерии заключаются? Как вы думаете? Ну, ваше мнение. У меня проще. Идеолог есть, он пропагандирует коммунизм, что, в принципе, я не против его глобальной концепции. И много есть либералов в компании, есть фашисты. И это вызывает постоянные споры, уже я два года на них смотрю. Даже фашисты? Ну, все имеют право жить. То есть, да, есть такой. Сразу анекдоты про Штилица. Анекдотов у нас тоже хватает. Да, вот те раз, по-дву Маштилица, кирпич, когда упал. Борнман позвал, а вот те два, кирпич, по-дву Маштилица. Ну, с фашистами опасно. Вот смотрите. Если человек способен уважать старших, это значит, у него сильный разум. Если не способен, разум слабый. Вот и все различить. Если человек способен вдохновляться вами, это значит, что у него не просто сильный разум, а Бог его дал. Вам помощники. Бог дал именем. А если человек не вдохновляется вами, но он смиренный по природе, это значит, что этот человек Бог дал кому-то другому. Он у вас непонятно, что делает. Всегда на предприятии должна быть только одна идеология. Всех остальных надо оттеснять. Потому что идеология — это все равно, что здоровье организма. Вот, допустим, если у вас палец загнил, вы думаете, что же с ним делать, тот же хороший мой палец. Но у нас в медицинском институте была водевильная песня. Ганглея на ганглея на него отрежут ногу. Понимаете, могут ногу отрезать вместо пальца. Тогда надо думать, в чем же здесь гуманизм. Был такой великий политик. Ну, то есть он не политик, а он этапедический мудрец, который консультировал политиков. Жил в древности. Его звали Ченаке Бандит. И он такое извлечение сделал. Ради целостности одной деревни надо пожертвовать одним человеком, если в этом есть необходимость. Ради целостности области можно пожертвовать одной деревне, если она в бунде находится. Радость и целостность страны можно пожертвовать одним буртанским городом. И в этом нет греха. Я говорю о целостности сейчас, что есть организм. Коллектив — это тоже организм. Если в этом организме есть люди, которые враждуют с вами и с вашей идеологией, тогда эти люди должны быть изолированы от коллектива. Иначе ваш коллектив не будет иметь силы духа и будет слабым. Сейчас я договорюсь с ним. Итак, смотрите. Первая мысль, которую я хочу оформить еще раз в вашей дворе, чтобы вы поняли ее. Эта мысль заключается в том, что вам надо научиться различать сильных разумов людей и слабых. Сильные разумом люди могут стать ядром вашего коллектива в будущем. Они будут саратниками и хорошими специалистами одновременно. Они никогда вас не покинут, и они всегда будут очень твердо идти вперед вместе с вами. Слабые разумом люди всегда бурчат, потому что у них не хватает силы. Есть три стадии победы над судьбой. Первая стадия — человек понимает, что все проблемы в его жизни зависят от него самого. Вернее, первая стадия означает, что человек считает, что другие виноваты в его проблемах. Когда человек развивается больше, он считает, что вина между нами. Когда человек еще больше развивается, он себя считает виноватым. Он сам понимает, что в его судьбе вот это все посылается для его же развития, для его испытаний. Но для того, чтобы на эту последнюю, третью стадию перейти, человек должен быть разумным. Если он неразумен, он не способен как бы себя стать, сделать центром своих проблем. Не способен просто. И такие люди всегда считают, что проблемы находятся где-то со стороны. А ясно, кто виноват всегда старший. Поэтому они бубнят. Они бубнят, потому что у них слабый разум. У них нет способности принимать судьбу в жизни. И поэтому они всегда недовольны. Они ходят, дусят, бубнят. И это не означает, что у них другая идеология какая-то. У них просто слабый разум. И есть два способа бубнящих людей. Два типа. Одни из них просто тихо бубнят себе в кубышку. И пусть бубнят. Ничего страшного. Такие люди обязательно будут в коллективе. А второй тип, они не в кубышку бубнят. Они все подговаривают. Вот среди подговорщиков надо вычислять главного и дарить ему весь мир. И в этом нет никакой нечестности. Потому что если вы считаете, что именно административная структура является основой коллектива, то это глубочайшая ваша проживка. Идеологическая структура является основой. Допустим, вы армию правильно построили. Здесь командиры, начальники, подчиненные и все. Но если один из командиров или там каких солдат, они враждебно относятся к вам, вы не победите там, победа не будет. Они деморализуют вот эту среду. Конечно, когда нет войны, тогда все нормально. Но сейчас уже, сами видите, ситуация не такая простая. Нужно прилагать свет усилий, объединять людей вместе, держаться друг друга, идти вперед и терпеть. И это означает уже, как больше ваш коллектив стал... Присаживайтесь. Не стойте. Вот есть место, там можно съесть. Да, не стойте. Вот, ваш коллектив стал, как и страна наша, стал, как бы, больше ротой, нежели просто коллективом. Ну, понимаете, так же, как страна в тяжелые времена переходит больше под директивное управление, точно так же и коллектив должен стать более крепким и директивным для выживания в этой ситуации. Когда все хорошо, тогда там фашисты, пускай, будут фашистами, у вас в коллективе, там... Но когда ситуация тяжелая, и моральный дух и так слабый коллектива, тогда в это время заговорщиков нельзя в коллективе держать. Они просто все уничтожат. Наша обратная связь. Проблемы в коллективе нету, чтобы там не было... Было какое-то противоречие. Потому что он сразу построен, по принципу... У меня отец военный, дядя военный. А как? У меня отец военный, дядя военный, поэтому... Поэтому и у меня отношения соответствующие. Четкая иерархия. Значит, у них есть свои взгляды, но они где-то их там держат у себя за пазу. Лиска идет о том, что идеолог, который есть идеолог у нас, он не вызывает... Не уважение, он уважение пользуется. Но его взгляды никто не разделяет. Ну, значит, это не идеолог. Это просто попугай кешет. Он что-то говорит свое, все слушают. В небе ли вы не на каком-то идее? Нас здесь не в лакокоре. А вот у человека есть желание развиваться в эту сторону? Ну, ну и что, мало ли что, у него... У вас же есть коллектив, ну пусть развивается кешет в ту сторону. Здесь вопрос в том, что стоит ли вы в этом поддерживать? Да нет, конечно. Ну, если я сам-то... Нужен человек, который влияет на людей. Если он не влияет, пусть развивается в себе дальше. Ну, в другом месте. Или в вашем коллективе, он можно подать ему тумбочку, чтобы он встал. Это ему занимается. Я, в любом году, попадаю на лекции. Да, тут каев, тумбочка у нее будет, зарплату ему за это платить не надо. Но надо найти идеолога нормального, который будет договориться с людьми, вдохновлять их, сердце зажигать внутри. Идеолог, как-то неизначально, на трибуну встал товарищей. Идеолог может быть очень тихим, скромным человеком. Но он при этом зажигает людей изнутри. Они радуются жить, быть в вашем коллективе. Может, вечеринки устраивают какие-то. Есть разные способы. Кто-то, допустим, действует как душа коллектива, знаете. То есть он просто такой всех любит, вокруг себя всех объединяет, и при этом любит старших. Вот это идеолог, пожалуйста. Другие варианты идеологов, это те, которые постоянно организуют какие-то мероприятия интересные. На этих мероприятиях люди неосознанно объединяются, становятся близкими, танцуют, поют вместе там и становятся одной семьей. Есть идеологи, которые... Классика это Фурманов и Чапаев. То есть Фурманов, идеолог, Чапаев, практик. Вот. Ну, то есть Фурманов дает людям знание, как правильно жить. Он как бы влияет через знание на людей. Но если нет идеолога, значит нет цемента, нет объединяющей силы. Только одно административное управление, оно не объединяет людей. Нужно, чтобы люди объединялись в отношениях, в чем-то, как бы, они должны стать единым целым. Причем надо разделять идеолога и администратора. Потому что администратор устанавливает деловые отношения с людьми. И он не может сильно вдохновлять. А если он устанавливает близкие отношения, тогда возникает противоречие между деловыми и близкими. И возникает трещина у человека уже, который этим занимается. Потому что это очень невыносимо трудно, все это объединять внутри. Поэтому администратор держится немножко на дистанции с людьми, строит деловые отношения. А идеолог близкие строит отношения. Спасибо, на вопрос ответили. Да, ваши вопросы. А вы мне оценивали по вопросу задать, как вам есть в цитате, которую вы процитировали, да? Полководцы ли какого-то? Вот цитата такая, немножечко жестокая. Если взять в наше стабе, допустим, страны. Конкретно Украины. Мне просто один близкий человек сказал, что раз эти две области Донбасса не хотят подчиняться всей стране, значит нужно их уничтожить. Мне просто хочется услышать ваше мнение. А видите, вот вы сейчас вошли в двойственность, то есть вы услышали двойственность в моих словах, а я не в этой двойственности. Просто мне именно эту цитату сказали конкретно. Я сказал просто о том, что происходит в стране, в которой время действует сильно. Происходит следующее. Там нет демократии. Хоть они и говорят, что у них есть демократия, сейчас этой демократии нет, потому что она не помогает управлять страной. Все равно есть диверсивная власть по-любому, как бы она ни называлась. И те, кто не подчиняются этой власти, тогда с ним поступают вот эти модности. Я просто об этом сказал. У меня не было к этому личного отношения никакого. Если вы хотите знать мое личное отношение, вот точно так же, как дети поругались, отец их обоих любит. У меня есть слушатели лекций как на Украине, так и на Западе, так и в России. И я воспринимаю это все просто как ход времени. Для меня и те, кто на Донбассе хороши, и те, кто на Украине хороши, и русские хороши. Я просто вижу, что и ход времени их разделяет просто. Я так же люблю и сирийцев, которые сейчас упивают друг друга в результате хода времени. И мне жалко этих несчастных людей, обманутых, которые там подрываются на машинах, взрывают себя ради Бога, как они считают. Они просто обманутые люди, несчастные все. Им промыли мозги просто все. У меня нет двойственности в сердце по отношению к украинцам. Но я так же понимаю, что каждая страна должна защищать себя в этой ситуации. Поэтому у меня нет так же претензий к правительству, к нашему президенту. Он защищает страну от опасности. Он действует как воин в данном случае. Просто есть четыре типа людей. Вообще, в мире хотите, я расскажу вам про это. Есть люди, первый тип людей, они называются учеными. Они всегда вне политики стоят. И им запрещено стоять внутри политики, потому что они наставники людей. Им надо людям давать духовное знание. Они не должны чью-то либо сторону занимать в политических ситуациях. Если они дают наставление всему миру. Если они наставниками являются конкретной группой людей, и тогда они им дают советы, как правильно действовать. Но опять же, они не вражды. Они просто дают советы, как именно страну сохранить. Те наставники. Вторая категория — это воины. Это люди, которые точно определяют, что у них есть враги, есть друзья. И для них долг считать кого-то своими друзьями, кому-то своими врагами. И защищать своих друзей. Вы относитесь к этой категории. Поэтому вам очень трудно понять мое мышление сейчас. Есть третья категория — это бизнесмены. Правители — это вторая категория. И третья — бизнесмены по природе. Я на одной из лекций объяснял подробно структуру разума этих четырех категорий. Вы были на этой лекции? Нет? Вам надо ее послушать. Вы разберете. Это сложная тема. Но разум, структуру разума не переделываешь. Вот какая она есть, какая есть. И третья категория — это люди, бизнесмены по природе. Они тоже не слишком политичны. Ну то есть, они, знаете, им главное, чтобы была торговля нормальная. То есть, там, где деньги можно зарабатывать, того они и любят. С кем нельзя, тогда с ними не общаешься. Есть четвертая категория людей — это люди, подчиненные по природе. Они склонны делать любимое дело. И они вдохновляются всегда тем, что есть в их стране. Они всегда принимают ту идеологию, которая их ведет за собой. То есть, которая дает им прибежище. Таким образом, политически как бы настроены только одна категория. Это люди, которые управляют обществом. Они очень сильно делят ситуацию на наши и ваши. Потому что это их долг перед Богом. Они должны защищать Родину. Понимаете? Ну, я это понимаю. Вы просто привели пример о масштабах компаний, да? Потом мы перешли как бы на масштабы страны. Пусть это будет соседнее государство, но методика одна и та же. То есть, если две, допустим, один человек не подчиняется, всей компании нужно выволить. Если две области не подчиняются всей стране, значит, их нужно стереть с лица земли. Не с лица земли, а наказать. Ну, то есть, значит, вы поддерживаете точку зрения, что Украина должна Донбасс наказать. Раз они не подчиняются власти. А вот в чем говорите. Да, я именно об этом говорю. Но они пытаются это сделать. Это их долг сохранить целостность своей страны. Они защищают всю страну. А Донбасс защищают себя в этой ситуации. Совершенно верно. Тогда кто прав в этой ситуации? Те люди, которые борются меньшинством за свое выживание, за свою жизнь и за свою правду. Какие-то не знаете мое мнение, но... Да, хочу ваше мнение послушать. Они каждый прав по-своему. И там есть правда какая-то. И там просто поймите, что в мире двойственности нет абсолютной правды. Потому что есть разные менталитеты. Например, на Западе людям проще иметь демократическое управление, иметь демократические законы. Чем больше идти в мир восточнее, то есть стороны света так влияют, чем восточнее, тем больше склонность к монархии, ну то есть у людей подчинения старшим. У них больше выражены... На Западе люди имеют такой более неподчиняющийся, но сотрудничающийся менталитет, понимаете? То есть у них менталитет отличается очень сильно от людей, которые на Востоке. На Востоке люди склонны к подчинению, им нужно монархии, единое руководство. И поэтому, как бы, если, допустим, и опять же западная культура, она отличается от восточной. Когда время начинает действовать плохо, ну то есть усугублять ситуацию, тогда всегда идет полярность между Западным и Востоком. Всегда. Ну то есть это классика жанра, понимаете? И старшему считать, занимать чью-то одну сторону в этой ситуации, это признак его недоразвитости. Духовно старшему имеется. Ну а если правитель не понимает то, что ему надо защищать свою родину и видеть врагов, тогда это тоже его недоразвитие. Я вне политики, то есть я приезжаю, даю людям знание, как выжить, вот скоро поеду в Киев, там пытаюсь им помочь. Кто-то из этих моих слушателей, у них дети воюют за родину, пытаются защитить страну. Что им сказать, что дети воюют неправильно? У меня другая ситуация в жизни. Вы услышали меня? Слушалась. Есть разные способы решать проблемы. Например, классический способ это просто защищать родину. Но есть более высокие способы решать проблемы. Например, если люди занимаются духовной практикой, они молятся, тогда вот этот ход времени, он начинает ослабевать. Например, в молитве люди могут перевести из четвертой стадии, то есть военной ситуации, в третью. Из третьего, во вторую. Я призываю людей к этому способу решения проблем. Потому что когда люди начинают духовной практикой заниматься, то влияние времени начинает уменьшаться. Больше мира, спокойствия в сердцах людей. Знаете, проблема заключается в том, что вы меня не знаете. И поэтому вы так сидите и думаете, что он хочет. Я просто точно знаю, что вы меня не знаете. Вы неправильно воспринимаете меня сейчас как личность. И просто мы сейчас между вами, между друг другом решаем вопрос. А не по ходу лекции, не по лекции. Мы сейчас пытаемся друг друга понять, но я не смогу вам объяснить ничего за пять минут. Есть разные способы мышления. Это не означает, что я не поприваю. Как грамотно, находясь не на вершине, а где-то чуть ниже, но все-таки продвигать идеи так, чтобы и он, если директор не был чем-то обижен. Но в то же время, если замечаешь, что есть неправильное направление, в котором движется... Если есть что-то неправильное у директора, вам надо... Нет, не у директора, нет, в управлении, скажем, в развитии. Если кто-то, кто занимается развитием, то есть есть и феолог какой-то, который это делает. Директор, конечно. Директор это делает. Если он директор, то вы должны принять его направление, деятельность, его подход к жизни как тот, который будет происходить. Это первое, что вы должны сделать. Если вы примете его как Личность, которая понимает, что делает, тогда в этом случае он будет вас уважать. Если он вас начинает уважать как человека, который его принимает как Личность, как старшего, тогда, если у вас есть на то полномочия, вы можете ему что-то советовать. А если у вас никаких полномочий нет, тогда вам надо просто принять ситуацию, в которой развивается коллектив, или уйти из него. И если вы не сделаете ни то, ни то, вы будете его изнутри разрушать. Даже если вы правильно понимаете ситуацию, а он неправильный. Потому что лучше, чтобы войско шло в одном направлении, сражалось, если оно ошибается, оно все пойдет потом в другом направлении. Но если вы, когда оно идет в неправильном направлении, часть войска оттянете на себя, тогда будет хаос. А если это войско, то главе генерал-директора идет в никуда, и ошибки, они просто, вот они видны, что, а принимается вот решение, да, и видно, что через там 3-4 месяца... А вы являетесь руководителем какого-то звена? Да. Ну тогда... Замгенерального. Ну тогда вы можете прийти к нему, по-доброму сказать ему свое мнение. Дужести столько, просто не понимает. Господин небожитель. У вас есть тогда еще два варианта. Первый вариант – делать революцию, вводить за собой часть людей. Второй вариант – уходить из этого места. Больше нету приятного. Нет, вот понятно. Но вот тем не менее, да, ситуация такая, ну, на счет просто воздуждательная, что у нас стало получится. Но мы идем все в никуда. Нет, это неправильно. Это уже предсказуемо. Если вы точно уверены, что этот человек не разумен в управлении, вам не надо... Ну, вам надо... Понятно, что вы сразу не бросите эту ситуацию, но вам надо искать себе разумного управляющего. Иначе вы ни интеллектуально, ни духовно, ни в своей квалификации развиваться не будете. Потому что человек не может депрессией и в отчаянии, в разочаровании развиваться вообще в принципе. У вас даже сейчас психическое состояние такое, что у вас определенные виды болезни уже начали развиваться в организме. У вас почки начали страдать от напряжения. Ну, эта ситуация меня отпускает, в своей компании. Вот. Возникает другой вопрос. Более серьезный. Я даже рад, что, может быть, сейчас понимаю, что рад, возможно, что наша компания разваливается. Потому что на прошлой неделе было совещание у Господнего жителей. Я строю государственные объекты. И некоторые ситуации не знаю. Вот. Ситуация такова. Идут сейчас, строится среди госкорпораций. Монополия огромная, даже в строительном бизнесе. И малый средний бизнес просто специально улучшит. И следующая стадия, она такова. Вот есть генеральный подрядчик и заказчик. У них есть дочерние предприятия и некоторые субподрядчики. И вопрос заключается в том, что было на прошлой неделе совещание по всеобщей чипизации граждан. Целая такая доктрина, как должны себя вести дочерние предприятия и субподрядчики. То есть до 18-го года чуть ли не должны все уже чипсоваться, все сотрудники компании. Вот этот вопрос не успокоит. То есть чипы вставляют, что ли? Да. Внутрь? Да. Сейчас вот, я знаю, строится инфраструктура, да, просто есть люди, которые вот там правительство приближенное. Я бы не стал работать там, где меня заставят чипы вставлять. Честно, как бы я бы не стал. Не знаю, какие деньги мне надо заплатить, чтобы мне там чипануть. Нет, это понятно, но дело в том, что ситуация прозвучала, немножко с людьми пообщался. В 2007 году уже наш господин Медведев подписал закон, то, что до 2025 года каждый гражданин России должен быть чипованным. До 2018 года, до 2018, каждый ребенок, рождающий чип, должен уже утвориться. Ну, вне закон там. А где они должны стоять эти чипы? Ну, где? Под кожу водится все. Ну, где в каком месте? Плечо, либо руки. Ну, опять же, мы подумаем. А уже есть такая практика в каких-то странах? Да. У них что, прямо уже в плечах уже чипы? А, добровольно. У нас не добровольно. Кого вставлять? В зубы вставлять? В удерживать стресс. В удерживать людей, общение. Ну, у нас не такая большая опасность. У нас зубы выбивают. Можно просто кому-то дать возможность выбить ее в зуб. Ну, ладно, это шутка. Давайте не будем эту тему сейчас поднимать. Она не имеет никакого смысла. То есть, я не знаю, что ответить на этот вопрос. Вот. Не знаю, что вам сказать на этот счет. Будем надеяться на лучшее. Что касается вашего предприятия, то вы должны решить для себя один вопрос. Если вы хотите работать на нем и получать зарплату, тогда вы должны считать человека, который вам дает работу за того, кто вас формит. Это очень принципиальный и важный вопрос. Это честно. Ну, то есть, если человек возглавляет предприятие, то по судьбе этот человек вас формит. И вы должны его терпеть. Это так же, как терпеть своего отца или свою мать, даже если они алкоголики. Но если вы бунтуете против него, тогда вам лучше уйти из этого места. Это тоже честно. Но и не пользоваться этими деньгами, потому что деньги, вот, кстати, это важный момент, который я хотел бы тоже вам объяснить. Дело в том, что деньги обладают силой. Они бывают разной силой. Некоторые деньги гробят людей, а некоторые воскрешают. Понимаете? Нет? Ну, хорошо. Сейчас расскажу про историю. Вот. Ну, если вы готовы это слушать. Все, вы готовы слушать все, что угодно. Хорошо. Слушайте. Где-то лет 7 назад ко мне пришел на консультацию этот человек, который вот в ту эпоху смутную, по-моему, в 91-м году, он занялся алкогольным бизнесом, у него был свой завод по продаже спиртной продукции, и он успешно развивался, пока его дружки, бандиты, не поставили ему пистолеты, и предложили ему все отдать им по-доброму. Ну, и он был добрый человек, все отдал, остался жив в результате. У него осталась своя квартира после этого, и после этого у него было четыре попытки создать семью, он все время брал содерженный нормальную девушку, и она спивалась в конечном счете, причем сам он не пил никогда, он не употребляет спиртное. А эта девушка неизбежно спивалась, и он пришел ко мне на консультацию с попыткой понять, почему так. И я ему объяснил, что деньги, которые он зарабатывал тогда, они обладали такой силой деструктивной, влиянием на его судьбу, что они вызвали разрушение в его личной жизни. Второй пример. Ко мне приехал из Нижнего Новгорода на консультацию один мужчина, и он как бы попытался меня вывести на такое вот откровение, чтобы я посмотрел его будущее, он занимается, у него торговые точки по Нижнему Новгороду, которые занимаются продажами просто пищевой продукции, магазинной. и известно, что магазинной невозможно содержать безспиртных изделий, и поэтому он как бы эти изделия продавал также вместе с остальными продуктами, но в какой-то момент он попал в страшную аварию, и после этой аварии ему приснился сон, что если он не избавится от продажи спирта, то он погибнет в аварии. когда он меня спросил свое будущее, я посмотрел на него, я не знал этой истории, я посмотрел, говорит, через несколько месяцев вы можете попасть в аварию, в которой вы не выживете. И он попрыгнул от радости, я так не знал. Очень понравился ответ, и он тогда меня спросил, но я не могу как бы избавиться от продажи спиртного. Я ему сказал, что не обязательно избавляться, существует такое правило, если человек стремится к чему-то более хорошему в жизни, и он заменяет одно на другое постепенно, то это поощряется, то есть это не ведет к плохой ситуации в жизни. Теперь расскажу вам еще одну ситуацию, это уже ведическая история классической древней. Одна проститутка решила отказаться от своей деятельности, все заработанные деньги отдать в храм и пойти просто монашествовать. И она как бы приняла такое решение, она пришла к этому священнику и пыталась отдать ему деньги. И он посмотрел на эти деньги и сказал, что я не возьму эти деньги, потому что они принесут несчастье моему храму и моей репутации. Тогда она пошла на берег священной реки, чтобы поститься до смерти, то есть она решила, что у нее нет выхода в жизни. И она постилась, и она увидела Господа в медитации, который ей сказал, иди возвращайся назад к священнику, к этому, он возьмет у тебя деньги. и она вернулась, а Господь во сне пришел к этому священнику и сказал ему, чтобы он брал деньги. Он подчинился и взял. После этого на эти деньги этот священник не нашел как другого применения, как просто накормить всех святых людей, которые жили в этом священном городе. Просто их накормить. И пришли монархи со всего города, они поели пищу приготовленную и все потеряли семя в эту ночь до одного. И когда они пришли с претензиями к этому священнику, он был повержен, как бы не знал, что ответить, потому что Господь его попросил это сделать. И он когда начал очень сильно молиться, и Господь пришел к нему во сне и сказал, я наказал всех этих священников этими деньгами, потому что они должны были на перу просто так, они аскеты, они должны были на этом твоем перу просто попробовать эту пищу, когда с ней бы ничего не было. А так как они все обожрались, они получили свой результат. Видите, деньги имеют значение. Мне часто люди жертвуют какие-то деньги, и деньги пожертвованные мы стараемся пускать только на духовные цели. есть деньги, которые зарабатываются, деньги пожертвованные, деньги зарабатываются на спиртном. Понимаете, все деньги это просто энергия деятельности, которую человек совершает. Вот человек совершает какую-то деятельность, эта деятельность превращается в энергию. Я не говорю про бумажки сами, понимаете, бумажки здесь ни при чем. Эти бумажки являются эквивалентом энергии, которую вы произвели в результате отношений с этим миром и эта энергия бывает разная она бывает разрушительная или созидательная поэтому если вы работаете на человека который вам не нравится вы наполняетесь также его деньгами и действуя как бы помогая ему в деятельности вы разрушаете таким образом свою жизнь и вот что я сейчас вижу и у вас идет бунт внутри вам значит надо отказаться от этих денег и найти себе место где было по-другому это мое мнение вот замечательно это правильно будет то есть вы просто замечательно вот правильное решение постепенный переход это самый лучший вариант это правильно ну я надеюсь что мы немножко в этой теме разобрались движемся дальше да извиняюсь за пример с судной извиняюсь за этот пример потому что он вызвал определенное недопонимание я буду стараться в следующий раз привести более хороший правильный пример вот еще раз попытайтесь меня понять что всегда когда наступает тяжелый период вся все события и поступки человека которые он когда-то совершал они начинают действовать на выход ну то есть понимаете в обычный период времени хорошие поступки выходят в жизни человека когда наступает тяжелый период тогда все что он трудности какие-то что-то не перевалил в своей жизни правильно сделал это все выходит наружу и в результате происходят такие ситуации в этом мире все закономерно понимаете здесь нет никаких незакономерных вещей и есть только один способ который эти закономерности разрушает это молитва это отношение со святостью когда человек в молитве живет он может смягчить ситуацию или нейтрализовать ее надо 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 выключить микрофон потому что мы для всех общаемся вы его просто не выключаете значит с этим микрофоном всегда не проблема сейчас включим раз раз это у супруга ситуация ну допустим он далек вы тогда это делаете это ваша одна судьба вас одна судьба осмелит вы когда будете это делать есть три стадии победы над ситуацией внутри его сердца первая стадия спокойствие у него в сердце спокойствие возникнет в результате вашей молитвы вторая стадия он начнет понимать что делать и третья стадия у него появится вера в то что все будет хорошо это признак то что он уже победил на внутреннем плане судьбы ну да переживаний нету он принял эту ситуацию но случилось и случилось как-то в будущем можно избежать этого только через болитву мою у меня есть семинар победа над трудностями судьбы этот семинар последний который я прочитал в Челябинске я вам рекомендовал бы послушать потому что я там рассказываю методику определения насколько сильно на меня влияет плохая ситуация есть методы определенные требования как это почувствовать и понять если вы чувствуете что на вас влияет плохая ситуация вы должны тогда предвосхищая события начать больше заниматься духовной практикой чтобы ее нейтрализовать эти симптомы все они описаны в древних писаниях и я их просто раскрыл там даже мы практиковали пробовали понять как это сделать я сейчас не буду этим заниматься это займет очень много времени мы просто потеряем времени послушать и для себя решить и как можно предвосхищать события но в этом мире не бывает так чтобы все было всегда хорошо и еще раз уже с микрофона оказался у меня мама недвижимость есть вот как раз мы заговорили об алкоголе это было когда-то кафе и там соответственно продавали алкоголь вот не водку, а вот слабый алкоголь долгое время не может продать ну видите, у нас есть четвертый пример сдается в аренду найдите какую-то религиозную организацию и дайте возможность бесплатно там проводить религиозные мероприятия не важно какую через несколько месяцев вы увидите результат ну ладно, движемся вперед как мотивировать людей в трудные времена мы уже затронули эту тему первое, что нужно сделать понимаете, в трудные времена всегда человек человеку кажется, что где-то лучше чем там, где он находится это естественное состояние человека причем эта иллюзия она очень сильно действует на мозги людей очень сильно поэтому если вы будете людей собирать и рассказывать, как жизнь в стране сейчас протекает именно о трудностях жизни страны объяснять, какие сейчас зарплаты сколько безработных в стране ну то есть такое легкое такое информирование о том, что происходит в стране это очень сильно отрезвляет и люди реально начинают думать стоит ли ему ходить куда-то что-то себе еще искать если такая вот ситуация развивается ситуация действительно развивается печально я могу сказать точно, что ну вот даже просто в городах, таких как допустим Уфа, Челябинск которые чуть-чуть экономически послабее у меня где-то на 20-30 процентов упала посещаемость лекций это значит, что люди не слушают лекции мы делаем бесплатную интернет-трансляцию они просто предпочитают сидеть дома и слушать по интернету смотреть, чем приходить на лекции вживую понимаете, это означает, что у них просто нет денег нет возможности приходить это реально, то есть люди не могут даже за лекцию заплатить уже это страна нещает и нужно об этом всем знать если сотрудники об этом знают они никуда не побегут, потому что у них в голове трезвая картинка в это время формируется понимаете? нужно увеличить индивидуальную заботу о сотрудниках без перегиба, унижения перед ними то есть надо понять, что старший всегда должен строить такие отношения с сотрудниками которые бы оставили его статус старшего за ним понимаете, да? что в наше время люди часто не понимают что такое старший вообще в принципе то есть руководитель должен стать старшим и быть старшим забота не означает что мы начали дружить забота означает, что я как отец или как мать даю тебе возможность быть счастливым то есть я прихожу к тебе и узнаю какие у тебя трудности в жизни и заботюсь о тебе именно так но если вы не стали для своих сотрудников старшим в коллективе тогда сам способ заботы он тоже усложняется потому что если вы начинаете заботиться о человеке и всегда вы приближаетесь к нему если вы к нему приближаетесь то вы начинаете с ним строить дружеские отношения в этой ситуации а дружеские отношения означают, что он начинает вас использовать пытаясь пробивать через вас свои интересы в деятельности понимаете, да? поэтому вы можете заботиться о людях ближе в том случае, если у вас с ними установлены правильные отношения другими словами если вы не понимаете, что такое старший и устанавливаете с ними равные отношения они всегда вас потом будут мучить и в этом случае никакой заботы быть не может что-то понятно или нет? в нашей культуре, к сожалению люди не понимают, что такое старший если взять, поехать на восток там есть старший допустим, я когда езжу в паломничество я вижу, что есть, допустим, женщины которых все уважают вот она идет, ей все кланяются там, понимаете то есть она старшая и она ведет себя как мать у нее есть определенное поведение определенное выражение лица понимаете, в нашей культуре это, ну как бы это, ну, если, допустим есть, конечно, президент страны все понимают, что он старший есть там какие-то очень влиятельные люди но каждый человек который имеет какую-то ответственность за людей он должен в себе это почувствовать это понять, что он старший иначе тогда он не сможет элементарно людьми управлять и вот чем больше у вас есть этот внутренний статус, тем больше вы можете заботиться о них о людях, не боясь, что они потом начнут вас использовать потому что они будут чувствовать это как благодарность и оставлять вас в том же статусе в котором вы находитесь в тяжелые времена нужно учиться вскрывать более ценных людей и вкладывать в них больше сил и энергии и также менее ценные люди они рано или поздно сами отвалятся и поэтому нужно, как бы дифференцировать людей для того, чтобы сохранить свой коллектив нужно внимательно смотреть кто есть кто это то же самое как, допустим, человек тренировал, допустим, взвод у него была какая-то тренировочная в это время не было никакой дифференциации но когда надо идти в атаку он должен четко понимать на кого он может рассчитывать на кого нет точно так же когда допустим страна идет в такую тяжелую ситуацию в жизни вы должны четко разграничить людей и это очень это очень сложная вещь кажется, что человек надежный на него можно полагаться но только в ситуации в какой-то конкретной это полностью вскрывается поэтому надо создавать ситуации то есть нужно просто давать ответственность людям и смотреть как они будут действовать в этой ситуации если вы видите что у него есть немножко крен он пытается самовольничать действует как-то сам по себе это значит что у него разум вот так работает и вы с этим ничего не сделаете потому что разум у человека не меняется он какой есть такой есть это просто его природа и все а другой человек по природе более склонен верить вам и это тоже его природа он таким останется если вы конечно сами не будете себя дискредитировать я бы также предложил в тесте тех ситуациях когда наступают трудности в вашем бизнесе потому что может быть у вас до сих пор их и не наступило может ваша личная судьба сильнее судьбы страны и мира и поэтому у вас все нормально но если у вас уже трудности наступили то лучше эти трудности делить с коллективом некоторые руководители поддаются на эту провокацию считая что трудности являются их трудностями а коллектив все равно должен быть счастливым то есть другими словами не испытывать эти трудности это означает просто неправильное представление о жизни потому что трудности они распространятся на всех людей и поэтому в трудные времена надо людям объяснять что давайте переходим на такую систему что если допустим мы делаем больше продукции и продаем больше там ну допустим на продаже тогда у нас больше чуть-чуть зарплата если мы у нас нет возможности у нас чуть-чуть меньше то есть другими словами в этом случае ответственность уже распределяется по всем людям и они начинают уже вкладываться и понимать что от него самого зависит то что будет сейчас дальше в его жизни он он это коллективная ответственность то есть ответственность надо на весь коллектив делая ну как динамичную зарплату и может быть акцентировать на примирование людей а не на повышение общей зарплаты за хорошую работу понимаете потому что ситуация меняется все время и также должна меняться их возможность получать свои деньги если вы как бы берете полную ответственность только на себя и не распределяете ее по коллективу то тогда у вас будет развитие вашего предприятия очень сильно страдает деньги которые должны идти в развитие и они будут уничтожаться просто зарплатами и все с другой стороны если вы сделаете только низкую зарплату всегда то тогда люди будут звереть а если она движется зарплата тогда все будут понимать что все нормально просто вот сколько мы заработали столько получили и все ну соответственно в это время надо развивать миссию компании и доказывать сотрудникам что компания это их дом ну то есть вот такая ситуация какие здесь вопросы что может быть можно ли брать деньги в долг на развитие и у кого их можно брать как понимаете в древней культуре считалось что деньги брать в долг всегда не более приятные благоприятнее всего брать деньги в долг у друзей у родственников вообще нельзя брать деньги в долг это разрушает сразу родственное отношение вот допустим вы берете у родственника деньги в долг как он воспринимает вы воспринимаете эти деньги как свои а он как воспринимает как потерянные и портит с вами отношения в результате если вам друзья дают долг тогда в этом случае вы должны с ними договариваться серьезно когда будете отдавать они на вас могут нажать по дружески и тогда эти деньги возвращаются легко если у вас правильное отношение с этими друзьями если вы берете у банка как бы в долг деньги тогда у вас как минимум должны быть дружеские отношения с теми кто вам дает управляющего банка потому что они не будут потом вас душить потому что вы же понимаете что люди которые берут кредит они делятся на две категории все а вот есть одна категория есть для кошки есть две категории младших одни котята а другие мыши и когда котенок куда-то не туда идет его кошка берет зубами за шкирку но при этом котенок чувствует себя очень комфортно потому что это его мама а вот когда мышку кошка берет за шкирку тогда мышка не чувствует себя в зубах у кошки комфортно теперь подумайте о кредитах в связи с этой фразой пытайтесь понять вы у кого взяли у у у у своей мамы кошки или у у кошки нельзя потому что когда наступает тяжелая финансовая ситуация то в банках это уже все продумано, они 100% будут выигрывать в этой ситуации еще больше, чем в обычной. И они будут с вас больше денег лупить, чем в обычной ситуации, и отбирать у вас имущество. Поэтому сама нацеленность бизнеса в тяжелой ситуации жизни должна быть не на развитие, а на отработку бизнеса, на создание коллектива, на улучшение отношений, на выявление тех, кто является ключевыми людьми. То есть в это время нужно создавать бизнес. Понимаете, на создание бизнеса все равно надо тратить время по-любому. Некоторые думают, взял деньги, все, бизнес готов. Если у курицы только один рот, а попа отрезана, извините меня, в этом случае ничего хорошего не получится. Или одна попа, она несет яйца, но рта нет. Понимаете, то есть надо понять, что если вы не создали команду, если у вас нет понимания, как этот бизнес делать, у вас нет опыта, у вас не выстроены отношения с властями, у вас нет способности внутренней управлять людьми, вы не знаете, удержатся они рядом или нет, у вас нет также понимания, насколько вы сможете именно этой деятельностью эффективно заниматься, потому что это тоже имеет значение. Один человек одним очень сильно может заниматься, а другой другим. И пока человек это не прощупал на себе, он не может быть эффективным. Понимаете, на это все нужно время, по моим где-то подчетам лет пять нужно человеку для того, чтобы прощупать бизнес, создать команду, понять, как строить отношения с властями, прощупать, как ему действовать в этом бизнесе, пытаться понять, кто есть кто в отношениях с людьми. Все это требует огромного времени. И если вы вот этим занимаетесь в течение кризиса, это самое лучшее время, потому что кризис сам все вскрывает. Он сам, те, кто могут выжить, они выживают в это время. Те, кто правильно все сделали, у них все остается, сохраняется. Те, кто неправильно все разрушается. Все, понимаете, все во время кризиса само по себе цементируется, но никогда ничего не развивается. И если вы решили развивать свой бизнес во время кризиса, это пир во время чумы. Это все равно даже просто, вот представьте, допустим, у вас получится, и вы развились, а все остальные зубами клацкают. И что дальше будет? Зависть. Особенно у тех, кто власти. Не афишировать бизнес? Даже корейку вскрыли. Даже корейку, как он молодец, старался. И все равно вскрыли. Обязательно найдется основа бендер. Создание можно развить? Это самое лучшее. Развить это безумие в кризисе. Куда развиваться? Развиваться, пожалуйста, при кого-нибудь. Если вы сильно пойдете в шик, тогда кому-то это очень понравится. Так как отношения становятся очень директивными, понимаете, в этой ситуации, в кризисе, директивные отношения всегда дают возможность что-то отнять. И поэтому правильно говорить, что маленькие предприятия поджимаются под большие. То есть в кризис более директивная ситуация, понимаете? Специально душить, чтобы специально душить, нужно тоже время, понимаете? Время, под время попасть. Допустим, если, ну вот, возьмем пример, допустим, военной обстановки в стране. Во время военной обстановки предстрелить человека гораздо легче, чем если бы это было просто мирное время. Понимаете, когда ситуация накаляется, тогда под шумок можно делать все, что угодно. Это уже просто так действует время. И с этим ничего невозможно сделать. Эти люди всегда, которые склонны к такой деятельности, они в такие трудные времена всегда будут проявляться сильнее. И с этим тоже ничего невозможно сделать. И опять же, поэтому в периоды кризиса человек должен больше включаться в молитву во внутреннюю жизнь, чем во внешнюю. Потому что внешние ирочеки в этом случае не работают. Также отношения очень важны. Например, если вы патриот, тогда супер, вы выживаете. Если вы чуть-чуть не патриот, тогда уже трещина конкретная появляется. Может, тогда лучше подумать об этом, все-таки стать патриотом в это время. Суть вариантов просто нет. Как? Создать коллектив и закалить. Создать коллектив и закалить супер в это время. Именно так крупные компании делают, те, которые выжили. Кризис пошел, крупная компания заморозила развитие, начала работать с коллективом, создала крепкое ядро. И потом, когда начинается развитие, для развития же нужно всем все равно создавать коллективы. А вы уже создали. Это получается, как озимые посадить, понимаете? То есть озимые вышли наружу раньше времени. Солнышко взошло, и они ба-бам, даже сорняки не надо дергать, потому что они все покрыли. Конкуренции никакой не будет. Те люди, которые в кризис просто создают ядро, оттачивают отношения, оттачивают логику бизнеса, все как бы изучают, делают, прописывают. Ну то есть делают все очень сильно и крепко. И они как минимум сохраняются на плаву все время. А потом, когда обязательно же подъем будет после, когда подъем пошел, они первые выстреливают, и у них вот это ядро, оно остается, оно обрастает очень сильно теми людьми, которые еще сырые. Но все равно это все крепко держится, и вы можете потом дальше дорабатывать отношения с теми людьми, которые пришли в вашу команду. Да? Как раз вот вопрос про коллектив. Сейчас на рынке труда много свободных людей в более высоком качестве, чем в квартире. А, ну ближе к микрофончик, ближе к хорошему вопросу. И слабых можно менять на троих слабых на более сильных извне. Отличный вопрос. Супер. А что вы понимаете под сладостью и под силой? Ну, хотя бы вот даже, ну или как вы говорите, вот духовных, с духовными качествами. Ну, а просто определить его духовные качества. Он улыбается более красиво? Вообще, это тоже сложный вопрос, потому что, как бы, я брал людей, вот что они православные, и, как бы, входят в церковь, все равно, это вообще. А потом, по вас же. А, это вообще же. И, кстати, это особая тема. Еще хуже. Работать с людьми, которые верят в Бога, очень сложно, потому что они не мотивируются деньгами. Они мотивируются отпусками, чтобы ездить почаще в святые места, то есть они не хотят работать по факту слишком много раз. Вот, дальше. Они мотивируются вашим духовным обликом морали, понимаете? То есть они смотрят на ваш уровень, и если вы не такой человек развитый, они вас, это перечеркивают в своей жизни, и не слушаются просто, потому что вы не такой духовно развитый, тем более не православный, допустим. И поэтому с духовно развитыми людьми работать хорошо, но для этого надо создавать особую обстановку. У меня именно такая ситуация. То есть я работаю в таком коллективе, в котором людей деньги не так сильно мотивируют. Их мотивируют именно поведение старшего, куда мы идем, что мы делаем, какой деятельностью важной, неважной для Бога занимаемся и так далее. Это очень сильно людей вдохновляет, именно эти факторы. Но я сейчас не это вас хочу спросить. Вы женаты, нет? Да. А жена стареет. Это точно, да. А у девушки же молодые вокруг есть? Есть, да. И есть какое решение? Какое? С женой жить. Но она стареет же. Что делать? Ну как что? Молодые девушки, молодые. Она внешне стареет, а внутренне. Вы сами ответили на свой вопрос по поводу ваших сотрудников. Всегда сахар на чужой территории слаще. Всегда кажется, что чужие люди лучше, чем твои. Понимаете? Вы оставляете тех, кто с вами, вам преданные, оставляете рядом с собой, развиваете их. Они самые лучшие на свете, эти люди. А если рядом с вами есть какие-то люди, которые не совсем товарищи, для нас товарищи, тогда в этом случае пытайтесь укрепить свою ситуацию. Но опять, вот вы берете нового человека, хоть он духовно развит, хоть он какой там, сколько делает там маленьких денег. Не факт, что, во-первых, духовно развитый от этого, не это познается уже дальше в жизни. Еще есть одна вещь, которую вы должны знать. Духовные люди, которые занимаются духовной практикой, делятся на две категории. Одни из них склонны к отречению, и они поэтому просто не склонны работать. Вы его возьмете на работу, ему и деньги сто лет не нужны, и работать не надо. Вот чуть-чуть дал, и хорошо. Понимаете, вам нужен такой человек, он не развиваться так же в деятельности, не склонен. Ему это все сто лет не надо. А вторая категория духовных людей, они склонны трудиться и развиваться в деятельности. И это тоже надо очень четко почувствовать в человеке, потому что есть две категории таких людей. Понимаете? Духовно развитые. Это отдельная тема. Поэтому вы не сможете сразу понять человека по-любому. Вы, допустим, берете его на испытательный срок, но если у вас в коллективе нет среды определенной, которые людей взращивают духовно, тогда и люди, которых вы берете, они не будут развиваться духовно. Кто их будет развивать? Поэтому они не будут меняться. Поэтому вы лучше сейчас подумайте, как ваш коллектив развивать. У меня есть один знакомый, он такую интересную вещь сделал. Он взял, короче, и своим сотрудникам раздал мои лекции послушать. И кто-то из них пришел и говорит, ну, лекции нормально, интересно. Кто-то начал спорить с ним по поводу лекции. А кто-то послушал и как бы... А, и вот он спросил, как лекции? Ну, нормально. И он начал больше изучать, сотрудничать с теми людьми, которые слушали лекции или в позитивном формате, или в негативном, но слушали их. То есть он начал их больше как бы развивать, пытаться изучать их, прислушиваться к ним, ну, пытаться их развивать. И он получил через несколько лет колоссальный результат. Понимаете, эти люди, которые склонны слушать лекции, они стали очень мощной командой. Потому что эти люди как раз и имеют сильный разум. Потому что те люди, у которых слабый разум, у них очень трудно... Понимаете, разум действует через звук. Разум — это что такое? Это та сила, которая дает человеку возможность понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Она же связана с его деятельностью. Позитивное мышление, то есть такой человек больше склонен к деятельности. Позитивное мышление — тоже признак сильного разума. Способность верить — признак сильного разума. Способность быть соратником — тоже признак сильного разума. Способность быть стабильным и терпеть финансовые трудности — признак сильного разума. И понимаете, просто по тому, как человек слушает лекции, можно уже дифференцировать и давать возможность кому-то приближаться и развиваться, вкладывать в них деньги, обучать их этих людей. А остальные просто работают и работают, нет проблем. Он такой вот сделал для себя способ. И он получил колоссальный результат в будущем. Не то, что он сразу всех поувольнял, то лекции не хочет служить. Он, как вы сказали правильно, он просто выжидал. Он давал всем возможность работать, но он постепенно как бы менял ситуацию в коллективе. В результате результат получился потрясающий. Он создал сильную команду. Из Омска этот человек, помню. Да? А как можно настроить хорошее отношение с властью, когда это не подлизывается? А вот это и есть хорошее отношение с властью. Потому что если вы начнете подлизываться, тогда вам будет... Барбабея киркуду, помните, пилея, просто зарыживаясь. Есть два типа неправильного отношения с властью. Первый тип подлизываться, а второй тип ненавидит. Когда человек подлизывается к власти, власть его подгребает под себя. А когда человек ненавидит властью, тогда его просто... Барбабея киркуду. Просто зарыживаясь. Поэтому уважение к власти, уважение означает подлизываться. Если ты уважаешь властью, это самый лучший способ отношения. Просто уважайте властью, всё. Подлизывание — признак слабого разума. Если у вас сильный разум, вы уважаете себя. Вы же лидеры. Вы умеете уважать? Просто правителя хорошего уважать. Умеете? Это признак сильного разума. Но это просто уважает правителя. Смотрите, у нас какой правитель. Я подлизываюсь сейчас или нет? Так говорю. Можно подумать, да, что подлизываюсь. Правда, у нас очень сильный лидер. Он на уши поставил весь мир. Сильный правитель. Это же хорошо. Нравственно сильный. Не пустил в страну вот эту вот всю долгую революцию. Есть ли эти моменты, которые мне не согласны? Верно телевидение. Что телевидение? То, что показывает. А это, понимаете, это не всё может быть во власти старших. Власть это такая вещь, которая расширяется, укрепляется. Понимаете? Дойдёт дело до телевидения сто процентов. Просто, понимаете, там очень сильно работают законы коммерции. Понимаете? Там им надо эфира купать как-то. Потому что чуть-чуть человек из зоны развлечения вышел, сразу просмотры уменьшаются в тысячи. И реклама действует гораздо хуже. Понимаете? То есть, вот эта вот сама идея коммерческого существования телевидения, она с самого начала неправильная. Телевидение должно быть на дотациях. И там надо развивать то, что надо развивать. В результате сразу эстрада вся меняется. Появляются вот эти песни, которые мы так сильно любим. Песни 70-х, 80-х. Почему? Потому что они думали о чём петь. Им же не разрешали петь всё подряд. Поэтому они пели хорошие песни из-за этого. Сейчас поют страшно подумать, что... Сейчас ещё раз вам надо просто задать микрофон вопрос. Хотела спросить. Возможно ли в кризис открывать собственное дело? Какие могут быть советы по этому поводу? И какая должна быть личность индивидуального предпринимателя? Если вы хотите в кризис открывать собственное дело, открывайте только то дело, которое связано с государственными заказами раз и с общественными нужными два. Если совпадёт одно и с другим, то вы будете хорошо развиваться. Но всегда сначала, когда вы открываете предприятие, никогда не делайте это с размахом сразу. Потерпите пять лет хотя бы. Просто создайте модель и отработайте её на малой группе. То есть сделайте модель и отрабатывайте. В это время этой модели будут крепнуть ваши сотрудники, становиться специалистами. У вас риск финансовый минимальный. Вы развиваете ядро в это время. Вы понимаете, как действовать дальше, изучаете. Вы учитесь во взаимоотношениях со всеми. А потом, это небольшое ядро, особенно когда пойдёт страна в развитие, можете очень быстро запустить. А про личность индивидуального предпринимателя. Как себя мотивировать? Вы знаете, человек, который склонен заниматься деятельностью, мотивирован этим с самого рождения. Знаете, есть даже отличие человека, который рождается, допустим, он учёный по природе. Он рождается, он всё изучает. Если его стукнуть, он будет думать, как это интересно понять. Он всё созерцает в мире просто. Но когда человек по природе, допустим, руководитель, он рождается, у него у другого маленького ребёнка вот такой взгляд. И мама говорит, всё-всё-всё-всё-всё. Он такой. Ну, сам смотрит внимательно, правду она говорит или нет. То есть он по природе уже такой человек, очень как бы... А когда рождается по природе бизнесмен, он друг всех сразу. Всем улыбается, со всеми строит отношения, устанавливает связи, меняется. Он маленький ребёнок, меняться начинает с кем-то, он даёт одному то, берёт другое. У него понеслась сразу. Природу невозможно изменить или вдохновить. Если, допустим, у вас природа предпринимателя, то вам не надо себя вдохновлять. Это ваша жизнь этим заниматься. А если у вас не такая природа, тогда зачем им этим заниматься? Как её узнать? Для женщины надо сначала создать семью. Стать крепкой в личной жизни, а потом заниматься деятельностью, потому что это является хобби для вас. Вы занимаетесь деятельностью для того, чтобы быть счастливой, а ваш труд находится внутри семьи. Если женщина, она не обрела фундамент в личной жизни, то деятельность для неё, это, как знаете, страх, одиночество заставляет женщин иметь что-то в жизни. То есть вы из страха действуете, не из счастья в этом случае. А если вы счастье своё всё-таки обрели, потому что для женщины главное счастье это личная жизнь. Когда вы обрели, то вы с деятельностью занимаетесь легко, радостно и свободно. Понимаете? Потому что вас мотивирует уже не страх, а мотивирует просто. Вам хочется отвлечься от семьи и что-то ещё приятное обществу сделать заодно о себе. У вас есть семья? Да. Ну я для супруга вообще спрашивала. Ему как-то бы распознать. Ему как распознать? Тогда другой вопрос. Если вы хотите, чтобы мужчина распознал, ему надо делать всё, что людям нужно от него и что ему нравится. Придёт время, он распознает. Часто люди думают, что предназначение — это там, где бабки валятся из рога изобилия. Предназначение — это там, где ты чувствуешь вдохновение что-то делать. А деньги никогда ниоткуда не валятся из рога изобилия, пока человек не разобьётся как Личность. Вот когда он сильным становится внутренне, тогда и награда от жизни к нему приходит. Других способов не бывает, понимаете? Пускай становится сильным. Придёт время, и он получит своё в жизни. Сто процентов. И заодно и узнает, где ему лучше и интереснее работать. Но если есть одна категория мужчин, они думают, что пока денег не увижу, работать не будут. Вот этот договор с жизнью не работает. Он ищет себе покруче зарплату, покруче место, и можно искать всю жизнь. И не найти. Мужчина должен просто идти в деятельности, крепнуть, работать, трудиться, закаляться, и становиться сильным, и в конце концов найти себя в этом, во всём в этой жизни. Вот такой совет вашему мужу. Вряд ли он через вас от меня это примет. Олег Геннадьевич, можно вопрос? Просто я пока тут рядом микрофон взяла. А всё-таки мы говорим, когда о природе, да? Четыре, скажем, типа. И всё-таки, когда женщина, окей, я привела фундамент семью, но всё-таки вот эта, как природа, она всё равно действует в любом случае. Классно, супер. Вот. А как же всё-таки понять, к чему больше склонность? Потому что, ну, вот я, например, до конца для себя не определила. Ну и управление своей природой. Ну, я в этом развиваюсь, действительно. Но вот, как бы, окончательно мне очень важно было понять, наверное. Что, наверное, это точно? Ну, всё, понятно. Спасибо. Я вам сейчас очень простую вещь скажу, которую можно понять. Вы сможете в обществе выглядеть скромно? Нет. Вот и всё. Нет, я могу, но мне просто... Я могу, но не буду. Да, понятно, что вы можете, но не будете. А вот человек учёный по природе, он может всегда в обществе выглядеть скромно, и ему, для него это не является чем-то неправильным и предусудительным. Потому что он всегда завоёвывает авторитет своим знаниям. А человек, который управляющий по природе, он должен всегда в обществе выглядеть сильно, эффективно и влиятельно. Иначе он будет просто дураком, если он этого не будет делать. Он должен учиться правильно разговаривать, он должен уметь вызвать к себе уважение уважением, поведением, взглядом, словами и действиями. И это ваша природа, вы именно так живёте. Тогда зачем вам что-то рассуждать на эту тему? А какую деятельность взять, это определяется с помощью самой деятельности. Просто пробуйте разные вещи и смотрите. Это также можно определить с помощью молитвы. Может в сердце почувствовать человек с помощью молитвы, что ему делать на самом деле в жизни, где будет успех. Женщине обычно несложно определять, что делать, потому что она чувствует. Женщина живёт сердцем, она знает, что ей нужно делать. Просто ей всегда нужно подтверждение, для того, чтобы начать. Поэтому спросите, что вы делаете, я могу вам дать подтверждение. Ну, скажем, сейчас я развиваюсь в инвестиционно-банковской сфере и успешно развиваюсь. У вас сильный Меркурий и сильный Венера в гороскопе. Это означает, что вам очень подходит деятельность, в которой много общения и оборот денег. И также в этой деятельности вам надо всегда как-то… Если вы ещё банковскую деятельность в сферу искусства направите, тогда вообще будет супер. То есть у вас сильная Венера означает, что у вас должна быть красивая обстановка в банке. Так? Ну, мне это нравится. И это будет давать тоже силу вашей деятельности. То есть вы можете сделать всё красиво и в сферу искусства вкладываться тоже принесёт вам выгоду. Почему одни торгуют яблоками, а другие торгуют, допустим, тракторами? Потому что одни верят в яблоки, а другие верят в тракторах, понимаете? Другой причины нет. Человек верит в то, что с ним связано в жизни. Он чувствует, что ему надо делать. У него есть связь. Финансовая сфера с вами связана. Вы должны этим заниматься. Ну, там просто много направлений, да? И соответственно… Я только один вам дам совет. Да. У вас в жизни обязательно должен быть человек, который определяет, с кем заключать сделки, а с кем нет. Если у вас такого человека не будет, то вы будете терпеть поражение всего. Потому что ваша сила в управлении коллективом, а не в развитии деятельности. То есть это всегда должен быть руководитель НАТО? Нет, это советчик может быть. Это не обязательно человек более… Вы думаете, что он более интеллектуальный? Нет. Это разные направности интеллекта. Есть более проницательные люди, они чувствуют, где будет подвох. А есть люди, которые способны строить управление. Вы управленец по природе. Вам надо управлять людьми и держать их вокруг себя. И один из них может быть советчиком. Человек, который будет вам советовать, как что лучше делать, куда. Найдите такого человека. У него будет противоположное мышление, не как у вас. И вам с ним всегда будет очень трудно. Он будет советовать 10 раз больше, чем вы можете сделать. Вы должны из этих советов выбирать то, что надо. Как вы считаете, может ли в фирме быть два учредителя? Как долго они могут… Как только не будет успеха серьезного. Только появится сильный успех. Если они не соратники, у них нет духовных идеалов очень сильных. в жизни, тогда они, несомненно, будут уничтожены, как одна команда в этот момент. Потому что… А такое бывает, что они не уничтожаются. Ваши дети сомнены. У них есть общая идеологическая концепция. Пытайтесь понять такую вещь. Когда у людей есть недостаток в жизни, они мотивируются только страхом. И они остаются вместе, потому что страх объединяет людей. Когда у людей появляется достаток, они страхом не мотивируются. Они мотивируются своей идеей в жизни. И если идея не совпадает, тогда людей растаскивают. Всегда мотивация является объединяющей силой или разъединяющей. И вы с этим ничего не сможете сделать. У вас одна идея с этим человеком или разные? По моему опыту, я просто не знаю вообще случаев, когда два учредителя могут достаточно долгое время существовать друг в другом. У меня есть такой опыт. У меня есть один знакомый, очень серьезный бизнесмен. У него, допустим, одна из самых крупных в стране производств мороженого. У него три компаньона, которые во всех ситуациях жизни, даже под пулями там ему угрожали, они остались в строю вместе. Но у них есть одна общая вещь. У них общая идея жизни. Они направлены в одну сторону. Это, как можно сказать, одна вера по судьбе. Они очень четко понимают друг друга, куда они движутся. Понимаете? У них как бы один смысл жизни, общий, похожий. Понимаете? С самого начала был смысл жизни, и он не меняется. Он не меняется, да. Он не меняется, но, как правило, в начале он один, потом он становится другой. Такое бывает. Да, такое бывает. Ну, значит, не надо с молодыми вместе делать общий бизнес. Понимаете, есть зрелые люди, есть незрелые. Человек сформировался, надо давать ему материальную ответственность. Несформированному человеку нельзя давать. Зачем он это делает? В целом, всегда делать общий бизнес с кем-то опасно. Ну, опасность, опять же, в рамках, как бы, порядочности. То есть, если, допустим, вы делите бизнес, что тут такого сложного? Это тоже нормально. Просто вопрос заключается в том, как вы делите. Как знаете, есть анекдот, как бы, два грузина зарплаты получили, брата, и, как бы, старший говорит, ну, что, опять по-братски подели. Младший говорит, а может, поровну. Должны решить, с вами потом по-братски будут себя вести или поровну. Если вы одинаковые с ним, то есть у вас есть равные полномочия в жизни, тогда нет опасности. Но если тот человек больше влиятельный, с которым вы, то тогда будет по-братски. Все по-братски поделите. Ему в основном все пойдет, а вам... Чего-то. И второй вопрос, если можно, как вы относитесь к такому понятию, как период жизни фирмы? То есть, если мы уходим в экономику, что фирма развивается, любая живет, потом умирает. Ваше к этому отношение, сколько фирмы живут? Как вы считаете, там, та же самая, если мы берем, например, вашей клинике, как долго она сможет жить? Спасибо вам за этот вопрос. Но это относится к любому бизнесу просто так. Я не согласен с этим. Для фирмы фирма умирает. Я не согласен с этим. Конечно, все умирает в этом мире. Вопрос, что есть разная продолжительность жизни. Например, барона, она много видит мотыльков, которые живут, умирают, потому что она живет 300 лет. Просто, когда бизнес в какое-то определенное количество времени, допустим, 20 лет, 15 лет, 10 лет, то я думаю, что у любого бизнесмена в этот момент возникает вопрос. Вы говорите о бизнесе сейчас. И это так. Просто часто бизнесмены, которые говорят о бизнесе, они не понимают, что есть разница между фирмой и предприятием. Фирма означает, что руководит бизнесмен. Бизнесмен по природе человек, который объединяет всех интересом. То есть он заинтересовывает людей и держит их на основе этого интереса рядом с собой. Поэтому, когда они интересы общего достигают, тогда им дальше двигаться некуда. Они просто ищут другой интерес. Это может длиться 20 лет, 30, допустим. Но есть предприятие, там все основывается не на интересе, а на отношении. Понимаете? Есть руководитель, он живет для того, чтобы приносить счастье людям. В виде давать им стабильную жизнь, давать им зарплату, социальную защиту, идеологию, веру. Создавать из этого коллектива семью. И тогда это предприятие имеет другой цикл жизни совсем. Понимаете? Но если вы строите отношения на основе денег просто, тогда это предприятие не будет долговечным. И именно об этом вот эти законы, вот эта парабола, которую там вы изучали, она именно о том, что есть просто денежные отношения. Понимаете? Когда предприятие достигает кульминации, тогда теряется боевой дух, там и все прочее, начинается уменьшение. Но если человек управляющий по природе, он мотивируется не развитием, а заботой о людях. И наоборот, такие предприятия крепнут в трудную минуту и развиваются еще сильнее. Потому что как действует бизнесмен в трудную минуту? Он просто всех распускает. А как действует руководитель? Он укрепляет коллектив в трудную минуту. Еще раз попытайтесь понять, эта парабола связана с вашим чувством по отношению к богатству. Когда приходят деньги, человек успокаивается, потому что у бизнесмена цель — это деньги. А у руководителя цель — это не деньги. У него совсем другие принципы жизни. Он мотивируется счастьем людей. Ему нужно структуру создать правильную. Ему нужно создать правильное отношение. У него также есть идея по отношению к обществу какая-то, которую он несет. Он хочет в обществе какие-то реформы делать и так далее. И с этой точки зрения предприятие является всего лишь для него рычагом для достижения каких-то более серьезных, высоких целей. Он хочет заботиться о людях и так далее. Поэтому у него деятельность идет стабильно. Она не имеет вот таких движений, потому что его цель — не деньги. Вы услышали меня или нет? Да. Идут. Олег Геннадьевич, а как свою природу определиться? Надо просто ее искать, работать, она определится со временем. Это же подарок. Вот, допустим, вы меня спрашиваете, Олег Геннадьевич, как получить пятерку на экзаменах? Надо просто сдавать экзамен, и со временем получишь пятерку. Если ты хочешь награду, значит, надо просто трудиться, и она придет. Природа — это же награда. Вот представляете, если вы ее знаете, свою природу, как классно жить. Это же счастье — знать свою природу. А счастье, чтобы в этом мире заслужить, нужен труд. Я чувствую, что вы не вдохновлены, мои мать. Значит, вы не хотите определять свою природу, не хотите трудиться. Надо смело просто пойть, и все. Надо ли заниматься благотворительностью в кризисе? Микрофончик, хоть и голос громкий. Понимаете, в кризис цементируется власть. Люди становятся или ближе к власти, к управлению, или опасным, ну, как и ситуация в жизни, в деятельности становится опасной. Когда человек занимается благотворительностью, то это всегда можно делать двумя способами. Один способ самому по себе, а второй способ при поддержке управления. В трудный период жизни, когда страна терпит трудность, всегда идеологическое состояние людей для правительства — это самое главное. Насколько люди патриотически настроены — это самое главное. И если вы поддерживаете людей от лица правительства, давая им какие-то средства для жизни, это очень на руку правительству раз, и очень на руку два — вам, потому что в этот момент вы укрепляете отношения с правительством. Поэтому сами подумайте, надо вам заниматься благотворительностью в трудное время или нет? Надо. Вот смотрите, в стране чрезвычайный режим, да? Все, кто не так, стреляют. А вы в это время от лица правительства кормите людей. Так будут вас стрелять или нет? Нет. Ну, то все, вы ответили сами на свой вопрос. Спасибо. Да, Паша, вопрос. Это вот этот вопрос такой. Вы говорили об информировании сотрудников о кризисе. Как это правильно делать, чтобы сотрудники не впадали в Евразию? Вот надо сравнивать, как у нас и как там. Депрессия — это когда у нас все плохо. Но если у нас все нормально, более-менее. Тогда никто в депрессию не впадает. Появляется чувство, что надо оставаться здесь. Вот так и надо информировать. Но если вы как бы придете, встанете с кислой миной, и как будет. Дорогие друзья, по моему мнению, в нашей фирме осеннее пальто мы никто покупать не будем. Всего доброго, за внимание. Спасибо за внимание. Если так проинформируете, то понятно, что... Дальше будет такой же результат. Просто по-доброму как бы рассказывайте, что происходит в стране. Что вот так вот. Рабочие места увеличиваются, зарплаты уменьшаются. Отрезлять надо людей. Потому что людям всегда... Еще раз повторю, почему я об этом сказал. Потому что людям всегда кажется, когда трудно, что там где-то лучше. Вот, допустим, женой портится отношение в семье. Какой эффект получается из этого? Кажется, что женщины другие лучше, чем моя жена. Сразу начинает появляться вот чуть-чуть желание сравнивать. Точно так же, человек на предприятии работает, денег меньше становится. Люди обычно не сильно там интересуются, что происходит. Или не до конца понимают это. И они начинают думать, а там же лучше в других местах, а у нас все плохо. Начинают... А если я не узнаю, что все везде плохо, тогда они успокаиваются. Олег Геннадьевич, идеология, безусловно, очень важна. Построение личных отношений тоже это важно. Где-где-где-где-где. Как правильно строить личные отношения, чтобы не брать на себя лишнего, чтобы вот трудности судьбы сотрудников не ложились на руководителя, на самого идеолога? Вот где эта грани, где это, в общем-то, как правильно. А все зависит от того, кем вы себя считаете. Если вы считаете себя Богом, тогда грани нет. Говорит, я тебе помогу в жизни. Он говорит, ну давай, помогай. И на вас и трудности этой семьи ложатся. А если вы ему объясняете, как правильно жить, и говорите, все зависит от тебя теперь, тогда трудности этой семьи на вас не ложатся. Если вы даете человеку практику духовную, и объясняете, как молиться с помощью нее, отрезвляете человека. Понимаете, здесь один момент есть. Всегда, когда ты приближаешься к человеку, он всегда хочет тебе получить защиту. И он всегда прибегает, говорит, защити меня. И всегда надо ему перешивать прошивку. Понимаете, в этот момент. Надо ему объяснить, что делать сначала, а потом сказать, пожалуйста, попытайся понять одну вещь, что жизнь свою прожить ты должен сам. Что я за тебя не проживу жизнь. Один молодой человек постоянно начал советоваться со мной во всем. Пытался каждую секунду, когда ему трудно, мне писать письма. И я просто в какой-то момент перестал отвечать на его письма. Я испортил с ним отношения или нет? Нет, наоборот, укрепил. Он стал крепче и сам начал развиваться. Надо дать человеку путь, а потом чуть-чуть дистанцироваться, не жить за него. Не бояться, потому что людям кажется иногда, что когда я начинаю жить за человека, то и вдруг прекращаю это делать, значит на меня будут обижаться и все прочее. Укрепляйте людей. Женщинам давайте защиту. Например, если женщины с вами советуются, тогда нужно укреплять этой женщиной отношения с мужем. Если девушка не замужем, значит надо искать ей мужа. То есть, понимаете, если как бы женщина с вами начинает советоваться и перестает советоваться с мужем, значит тогда ситуация не в вашу пользу развивается. Ну то есть она перекладывает ответственность на вас в своей жизни. Там потом дальше начнутся истерики и все прочее. Любовь так же. Поэтому старайтесь развивать людей, давать им знания, давать возможности им действовать. В трудную минуту надо помогать. Когда человек повержен судьбой, надо за него что-то, может быть, сделать в этот момент. Когда он окреп, сказать «теперь ты сам». Вот так. Менять отношения всегда. Иногда за человека действовать, а иногда отодвигать его. Не давать им возможности считать себя папочкой, который должен всегда особеньки подтирать. Не бояться этого перехода. Тогда все будет нормально. Спасибо. И второй вопрос. Как к древней культуре относятся брать деньги, мы уже поняли, а как относятся давать деньги, в том числе и сотрудникам? Вот знаете, если родственнику надо просто их отдать, сколько можешь. И сказать это взаймы. И не ждать вообще. Отдаст, отдаст, не отдаст, еще лучше отношения будут. Сказать, да ты знаешь, он будет стесняться к вам, Костя, хотеть все прочее, ты скажешь, привет, Костя, я тебя уже давно простил. Он еще лучше будет родственником на всю жизнь. А если еще раз попросит, вы улыбнитесь и скажете, ну ты же опять не отдашь. Поэтому отношения укрепляются. Поэтому родственнику всегда хорошо дать немного. И укрепить отношения на всю жизнь. Потому что больше он просить не будет, потому что больше никакого вы не дадите, а отношения хорошие, потому что вы ему простили потом. Вот. Что касается давать взаймы другу, то предупредить, что когда я буду тебя спрашивать о деньгах, это будет серьезно и по-дружески. И тогда он как бы будет совестливо отдавать. Это хорошее дело, давать другу взаймы. Но при этом надо с ним всегда строить твердые отношения в плане отдачи. Причем говорит ему, если ты не можешь много отдавать, хотя бы по тысяче в месяц отдавай, все равно отдавай. Сотрудникам. Несложно давать деньги взаймы сотрудникам, если вы договариваетесь вычитать из зарплаты. Но если ваши подчиненные это имеются. Если это ваши, ну как бы, сотрудники по работе, неподчиненные, это так же, как родственники. Вы отдали деньги взаймы, и отношения трескаются. Трескаются. Всегда по-разному. Деньги обладают силой в зависимости от того, как вы контролируете ситуацию. Если вы ее не контролируете, значит, тогда они к вам не вернутся назад. Потому что вы же знаете, что вы отдаете, человек получает чужие деньги, отдает свои потом. Он же свои отдает. Кто вот, например, из вас отдает чужие, когда он взял? Поднимите руку. Все. Если вы супер, значит, у вас, вот этому человеку можно давать цель. Это значит, если это правда. Потому что вот это чувство, что это не мои деньги, а чужие, очень редко у кого бывает. В основном все считают, что это мои. А отдавать мои уже тяжело. Поэтому так вот. Почему банкам мы отдаем деньги? Потому что жесткие условия. Страх. Из-за страха. Но если вы с сотрудником работаете, там нет никакого страха. Почему другу вдруг отдает деньги? Потому что он боится потерять отношения. Это для него очень важна дружба. Тогда он как бы деньги отдает. Родственник не отдает, потому что родственные отношения не потеряешь. Они вечные. Он должен меня понять. Он может надавить через других родственников, слезу выжить и так далее. Поэтому, если вы хотите кому-то помочь, дайте ему чуть-чуть денежек. Скажите, больше не могу. А возвращать не надо. И все. И на этом все закончится. Потому что, в чем мотив ваш? Почему вы меня спросили? В чем мотив? Почему вы спросили меня давать деньги, ну, как сотрудникам? В чем мотив? Кто спрашивает? В чем микрофон назад? Сейчас мы разберемся. Очень важный мотив. Если это просто, чтобы не потерять отношения, тогда можете как бы дать небольшую сумму просто. Получается, мотив поддержать в трудную минуту и не потерять отношения, конечно, поддержать человека. Но в итоге, с течением обстоятельств, получается так, что садятся на шею. Да. Вот поэтому даете просто немного, не взаймы, а вообще просто так. просто даете на поддержание и говорите, что взаймы. А потом, когда он второй раз спрашивает, вы скажите, ну, ты же эти не отдал. И все у вас есть как-то алиби. Понимаете, когда вы деньги кому-то даете, вы не помогаете ему, этому человеку. Деньги чужие никогда не помогают, а не только балуют всегда и все. Помогает, наоборот, отсутствие денег. Когда у человека нет денег, он реально развивается как Личность. А когда денег много, он теряет силу. Тогда в чем ваша помощь? Помогите ему лучше советами и про его развитие. Помогите ему развиваться просто как человек. Это будет помощь настоящая. Если он хочет развиваться, сразу и увидите. Хочет он развиваться или нет? Если он не хочет, зачем тогда ему помогать? Пускай мучается. Это будет для него больше пользы. У меня был такой случай. Одна женщина стояла возле метро, говорит, помогите для лечения сына. А мы как раз лечим эти заболевания. Я говорю, давайте я вас бесплатно полечу. Дал ей номер телефона, там все. она не пришла. Ей не нужно было лечение. Ей нужны были деньги. Услышали ответ? Определите, что нужно человеку. Дайте ему совет, определите, что ему нужно в жизни. Если ему нужно развитие, вы увидите, как он развивается. Помогите ему. помогите своей помощи просто тем, что вы можете сделать для него. Пускай вы ему что-то приобретете, что-то сделать однократно, допустим. Но если вы ему даете деньги, вы ему даете свою кровь и также даете уверенность, ну как бы вы даете ему вместе с этим ответственность за вашу судьбу. Потому что деньги ваши в ваших руках это то, что вам дал Бог для добрых дел. И даже когда вы в свой статус, в свое развитие вкладываете, это тоже означает, что когда-нибудь вы будете вкладывать в то, чтобы люди в этой стране были счастливыми. Для этого и живет и руководитель, и предприниматель. Просто они по-разному делают людей счастливыми. Руководитель создает это через социальную структуру, а предприниматель через обогащение людей. И именно вам дает Бог деньги, потому что у вас есть способность это делать. Но если у человека нет денег, ему не хватает на жизнь, дайте ему возможность жить, допустим, как-то, и устроить его на работу, потому что это более важно, чем просто получать деньги. А если человек по природе такой же, как вы, тогда он сам себе заработает. лидерам никогда не бывает нищим. Просто разберитесь, чего вы хотите этими деньгами сделать. Вы хотите развить человека, избаловать его, или поменять его природу? Чего вы хотите сделать? Здесь человек по природе не может быть лидером, у него не будет много денег, ему и не надо. Потому что лидерам деньги даются для добрых дел. Правда, мы не всегда это понимаем, и потом за это будем страдать, несомненно. Я не знаю, может, у вас какое-то есть по этому поводу мнение, я сложную тему затрону. Обратную связь. Нужна обратная связь. Знаете, может быть, я не очень правильно понимаю, вот сейчас, в результате, в Нагорной проповеди у Иисуса Христа прописано, желающего, у желающего занятия у тебя не отвращайся, не отвращайся. Может быть, я не очень правильно понимаю смысл, который Христос хотел сообщить людям. но, верно, речь идет о пожертвовании, просто о том, чтобы дать человеку денег. Все. И это также означает, что вы их не ждете назад. И вот сто настолько, сколько вы не можете, можете не ждать назад, вы не можете давать. иначе у вас будет боль внутри возникнуть, потому что ваши деньги это ваша кровь перед Богом. И если этот человек вам не отдает и он не развивается при этом, вы будете страдать очень сильно от этого внутри. И это страдание вы брать не сможете, потому что это ваши проблемы перед Богом. Приведу такой пример. Это вопрос пожертвований. это важный вопрос. Например, вы хотите помочь детям, которые живут в детском доме. Да? Вы хотите им помочь. Вы приносите деньги, даете воспитателям, говорите, пожалуйста, эти деньги потратите на то, чтобы накормить детей в праздник вкусной пищей, чтобы они порадовались хотя бы раз в жизни. Теперь у меня вопрос. Есть гарантия, что эти деньги именно так будут использованы? Нет. нету, потому что сейчас общество деморализовано. Сто процентов они часть денег возьмут в себе, а может быть и все. Теперь второй вариант. Вы приходите в детский дом и говорите, я хочу помочь детям и сделать так, чтобы они покушали вкусно в праздник. Можно ли я это все организую? Ну, то есть процесс закупки продуктов, процесс приготовления буду за всем следить и сам накормить детей. Если они скажут нет, тогда это значит, что они там обманщики. А если скажут да, при таких условиях, что вы вот так будете кормить, так у нас у них диета и так далее, тогда нет проблем. Понимаете, о чем я говорю сейчас, что в наше время пожертвования надо доводить до цели. Если вы дали деньги человеку, который не может ими распоряжаться, вы также должны довести их до цели. Вы должны сделать так вместе с этими деньгами, чтобы он эти деньги привел к этой цели. Понимаете, но если вы этого не делаете, и им просто даете деньги, то это греховный поступок. Но если человек проверенный, ответственный, серьезный, ваш друг, и он как бы точно попал в виду, у него точно есть способность эти деньги применять правильно и довести их до цели, тогда вы можете дать, и все будет хорошо. Но вот в нашем, в моем коррективе мы никому деньги не даем взаимно вообще и никогда. Мы можем дать человеку духовное знание, можем все, что угодно дать, но деньги надо давать только очень развитым людям. Иначе есть вероятность, что этот человек не сможет их использовать правильно деградирует. Понимаете? Можно сотруднику помочь построить дом, допустим, если он младший, можно потом зарплатами у него забрать назад. Это одно, а просто дать деньги ответственность очень большая. А вдруг ему сломают крышу, деньги же обладают силой, и где гарантия, что ему не сорвет ее. Нет гарантии никакой. Кто будет виноват, вы. Если даете деньги, доводите до цели. Вот на строительство дома, и мы тебе поможем построить все. Довели до цели, потом зарплаты забрали назад. Все. Проблем никаких нет, если так. Да? Олег Геннадьевич, у меня два вопроса. Первый вопрос... Видите у нее какой сильный голос? Это признак руководителя. Когда человек сильный, у него влиятельная сильная сила исходит от человека, это признак лидера. Спасибо большое. Олег Геннадьевич, могли бы разъяснить разницу в духовном плане между десятиной и пожертвованием? И почему задаю вопрос, мой друг, он делает пожертвования, но не делает десятину? И вот как он не... Десятина стоит выше пожертвования, потому что десятина означает, что вы делаете это постоянно, и это для вас постоянная аскеза. А пожертвование это менее рискованное мероприятие, и оно тоже хорошо, но оно меньше духовную силу имеет. То есть нужно делать и другое? можно делать и другое, но действительно лучше. Спасибо. И второй вопрос. Олег Геннадьевич, иногда бывает так, что нужно принять очень важное решение. Видишь сон, и решение сразу же приходит. А вот недавно мне важно принять решение, я как бы даже ложился с молитвой о том, что пришло решение во сне, но решение не приходило. Приходилось у нашей жены, у друзей, даже у каких-то таких духовных людей, и собственно все говорят то, что нужно принимать это решение, но внутри есть какое-то все равно сомнение. Как стоит поступить, чтобы во сне все пришло? Ничего не придет в вашем сне, потому что все, что вы рассказали, это является признаком того, что все, что вы хотите делать, будет делаться с большим трудом и с большими трудностями. То есть это не означает что-то, что это принесет вам поражение в жизни, но это значит, что вы достигать этого будете с большим скрипом. И стоит вам туда лезть или нет, вот в чем вопрос. Да, и как вы получите ответ? Понятно. Мы иногда просто стоим даже за скрипом, если большая Я поэтому говорю пожалуйста, то есть у вас нет, это не негативная информация. Если была негативная, то было другое немного. вы были приспать, попытаясь увидеть хороший сон, там бы просто были другие сны. Листья желтые, отбором окружаться. Иногда человек лежит во сне, на него листья падают, или он бежит куда-то, не может найти выхода. Это признак того, что это будет разруха в этой ситуации. есть много таких вещей, я не хочу на этом зацепиться, это целая большая тема, но в целом то, что вы описали, означает очень большие трудности в достижении цели. Если эта цель крайне важна, надо туда идти, и это значит, что это правильно, понимаете? Бывает, что человек достигает цели легко, без сильного напряжения, бывает с большими трудностями, но бывает, что без этого невозможно жить, без этой цели, ему все равно надо скрепить. Вопрос заключается в том, надо ли вам это или нет. Спасибо большое, Олег Иванович. Просто? Женский бизнес? Давай. Олег Иванович, здравствуйте. Где? Здесь. Опять начальство, да? Да нет, не совсем. Вопрос значит такой, может ли сущность человека меняться в течение жизни? Нет. Хорошо, тогда вопрос выходящий из этого. Нет, на Западе может. На Западе все может, да? Все очень быстро меняется. Может ли в одном человеке быть, например, одновременно и ученый, и предприниматель? Это означает просто благочестие. Человек может быть по природе ученым, но он может быть иметь менеджментские способности. Поймите, природа человека определяется волей Бога. То есть у нас есть карма, то есть наша жизнь или судьба, а есть миссия. И миссия, она уже как бы запрограммирована в прошивке человека. Это то, что не меняется в течение жизни, понимаете? Но у человека могут быть способности разные, которые могут использоваться для того, чтобы что-то развивать. Но миссия человека это то, что больше всего вдохновляет его, и то, что он никогда в жизни никакие способности не променяет. Может же деятельность разниться в детстве или в юности нравится заниматься чем-то с природой связанным? В детстве человек просто развивается, он все время все меняет, он прощупывает себя, он меняет разные виды направленности. Но когда человек нашел себя, он никогда не будет менять. Это признак того, что вы себя нашли. Вы появляете силу внутри, вы чувствуете там силу, веру, что вам надо это делать. И так далее. Я понял, спасибо. И еще один вопрос, девушка, буквально секунду. В отношении с если были всегда такие определенные принципы не брать помощь от родителей. Насколько это правильно? Может быть, если родители хотят помочь тебе в каком-то решении в каком-то глобальном вопросе финансового, стоит ли принять помощь или нет? Молодец, молодец, хороший человек. Я вас уважаю. Никогда не нужно просить помощи у родителей. но если вы в беде, не отказывайтесь от нее. Пускай не вам помогут. Если они сами хотят, то есть я не прошу помощи, но они хотят во благо допустим семьи помочь с той же недвижимостью еще с каким-то вопросом. То есть нету беды какой-то. Слушайте свое сердце, не пользуйтесь их помощью, потому что в этом случае вы будете предвосхищать события. Лучше учиться сначала плавать руками, а потом пользоваться моторной лодкой, если вы уже хороший пловец. Я хороший пловец, у меня первый взрослый. мне сейчас говорю не про плавы, про вашу жизнь. Я понял, да, благодарю. Так, давайте теперь микрофон девушки, у нас которая разносит микрофон, потому что микрофон, так как лидеры здесь заняты, лидеры, а лидеры склонны завоевывать все. И микрофон завоевала правая сторона. Теперь мы передаем левую. вот. Спасибо. Олег Геннадьевич, подскажите вот такой вопрос, когда уже есть действующий бизнес, и для меня он, допустим, какие-то трудности несет в плане общения, ну, допустим, у меня есть водители, а водители несколько такие люди, которые трудности составляют мне в моральном плане. Потому что вы их не уважаете, наверное, да? Не знаю, может быть. Ну, как не знаю? Возможно есть это. Ну, так это значит, что вы не также в деятельности. Потому что родители дают человеку статус в обществе. Если вы не уважаете своих родителей, то тогда водители. Водитель. Водей, извиняюсь. Да, водитель. Ну, водитель это водитель. Вот. И вопрос в том, что этот бизнес, он, ну, приносит финансы. А вы с водителем бизнес, то есть у вас машины, да? Да, такси. 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 Таксисты, да? Таксисты. И, но это уже работающая схема. А сейчас бесплатно получается. Я занимаюсь, начала пробовать курсы вести для женщин. Но это бесплатная основа и есть сомнения, как расставить приоритеты, тем более в кризисные времена, ну, вы говорили, что только общественно значимые какие-то проекты актуальны. Хотела ваше мнение и совет спросить на эту тему. Остается совет прежний. Надо, если у вас есть склонность благотворительности, у вас есть вера какая-то? Да. Вам надо или в рамках веры это делать, или в рамках государственных проектов, что лучше. Если у вас силы и желание делать благотворительность, придите в местную власть какую-то или не в местную и скажите, я хочу какую-то, делать добрые дела, вот, в такой-то сфере. пожалуйста, дайте мне такие возможности и внимательно смотрите, с кем вы имеете дело. Если вы доверяете человеку, тогда действуйте. Это даст силы и развитие вашей деятельности в тяжелое время. А если просто вы женщин, поучите водить машину, тоже классно, у вас подружек много появится, хороших, вы будете. Там темы немножко другие, конечно. Пасоваться хорошо. Это тоже женщине не надо, потому что она без общения не может жить. А возможно ли из этого сделать, ну, такие сейчас я вижу аналоги курсов для женщин по развитию, пусть женственности или еще каких-то направлений творческих, но на платной основе? Или это без той смешки? Из курса по вождению? Нет. Курс по вождению здесь ни при чем. Я просто сказала, что есть конечно можно. У вас очень сильная Венера, и вы вообще любите женщин. Вы с ним быстро входите в отношения, дружите с ними. Если вы будете делать такие курсы, то это будет успешно очень для вас сто процентов. Независимо от времени, обстоятельств. Да, вы будете успехом пользоваться в этой идее без всякого семей. Просто я к тому, что первый бизнес занимает определенную, отбирает энергию, но и разрушать его сейчас как-то. Я прослушала ваши лекции за то, что нужно расставить приоритеты. Когда женщина занимается развитием социума, это не бизнес для нее, это ее долг. Потому что когда женщина развивает социум, она, допустим, обучает детей или школу, допустим, организует, или она, допустим, делает какие-то социальные проекты для пожилых людей, для, в целом, для кого-то, да, больницу какую-то там задержит, помогает лечить людей там своими средствами или своим влиянием, то это и есть то, что должна в обществе делать женщина. Она не должна выживать, развивать бизнес, она должна направлять свою энергию власти и влияние в любовь. Поэтому, если вы будете женщин развивать, заботиться о них, то тогда это будет сочетаться, с одной стороны, это будет иметь какой-то доход небольшой, с другой стороны, вы будете счастливы от этого и будете заниматься любимым делом. что просто с первым направлением делать, выходить к нему без детей? Нет, ни в коем случае. Нужно просто его стабилизировать, найти хорошего управляющего, дать ему хорошую зарплату, тысячу раз его проверить, увидеть, что он работает все нормально, поручить ему эту деятельность и следить за ним. Особенно и включиться в то, что должна делать женщина. Спасибо, вы сформулировали четко. Спасибо. Что-то одни женщины у нас. Давайте мужчину по очереди. А вот нет, вот тот мужчина задний задавал вопрос. Я хотел бы со всеми пообщаться. Григорий Геннадьевич, добрый вечер. Вот управленцем, им как бы комфортно управлять людьми. Если человек по природе торговец, но жизнь уже не первый раз его наделяет эффективом, и как-то ими надо управлять, вот как это делать? управленца, заплатите ему зарплату и расслабиться. Ну, если, так скажем, менеджер среднего звена ... Ну, понятно, что крутой менеджер высокого звена к вам не придет работать. Пускай, какой есть, вот какой есть свой, такого и берите. родной? Если нет возможности нанимать других людей, при этом каким-то небольшим коллективом... Ваши возможности определяются вашим мышлением. Если вы хотите по судьбе больше денег, чем положено, тогда нет никаких возможностей. Возьмите себе небольшую часть денег, отдайте этому управленцу деньги, не отдавайте ему людей влияние. Пускай просто руководит людьми, а вы ведите сами бизнес, и все, и у вас все пойдет развиваться. Сейчас вы силы тратите на то, чтобы удержать людей возле себя, для того, чтобы с ними разбираться, наказывать, вы мучаетесь от этого, страдаете. А управленцу это вот так вот легко, это его жизнь. Дайте ему возможности, а сами развивайте бизнес. И все, у вас пойдет все развиваться классно, понимаете? Просто вы сейчас все торговцы, они по природе жмуты, они боятся лишнюю копейку потратить на хорошее для себя же дело. Да хватит и найдите человека, который будет управлять людьми, и вы станете таким счастливым. Думай, 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 думай. Сейчас, допустим, есть общественная организация, там различные благотворительные проекты, они делаются на районе, там в принципе нет финансовой составляющей, при этом назначают руководителем этой организации меня. Нужно проекты делать, нужно людей организовывать. Отлично. Вам не сможете, вы общественный деятель по природе, организатор, надо найти организатор. Вы не можете организовывать людей. Вы как Труцкий, знаете, Труцкий? Товарищи, у нас впереди светлое будущее. Можете так, или торговать чем-то можете, но у вас все-таки вы не торгуете по природе, вы общественные деятели по природе. Я так чувствую. А вы как? В торговле есть очень хорошие успехи. А чем вы торгуете как? Вы продвигаете какие-то товары, да? Да, товары для складов. Продвигаете их просто, приезжаете и говорите. Это самое лучшее, что может у тебя в жизни быть, да? В данный момент... Это общественный пейджет. Продвижение товаров это и есть вот эта природа в классе. Общественный пейджет так вот ну все зависит от того как он может быть идеологом, может быть управленцем, но все зависит от того чем он занимается. Вот он продает, но он общественный деятель в природе. Его природа это влиять на социум, вдохновлять людей. но возможности внутренние вдохновляет на уровне торговли. То есть природа первого типа, а возможности на третий. Поэтому вот так он занимается вот этим. Так и есть. То есть нужно найти коллектив управленцев? Да. жалко денег, да? Ну ничего. Спасибо. Еще подумай. Может не стоит? Мужчина задний. Олег Геннадьевич, вот вчера Вы мне сказали, что мне своим бизнесом заниматься нельзя, только пойдет какой-то свое дело. У меня скажем есть два любимых дела, которыми я хочу в принципе заниматься. Давайте. Какое первое? Ну первое это заниматься преподаванием танца. Супер. Я уже Вам говорил. Супер. Отлично. Я помню с этой информацией. Я переварил, переспал, понял. Просто сразу успех. Я чувствую сто процентов. Второе? А второе я занимаюсь техникой я учню. Отлично. Супер. занимается техникой денег от этого никогда не получит. Просто хобби. То есть просто как хобби и все а не а почему нет? Ну попробуйте это. Я когда сам на себя работал то есть без кого-либо у меня было все хорошо с кем-то работать у меня какие-то сложности и проблемы. Ну я же говорил что вы не можете управлять людьми потому всегда будут сложности и проблемы будут. Но если без управления если я сам все друг другу. Вы не сможете в этом развиваться. Вы можете поддерживать свою жизнь продавать там как-то поживать пожалуйста это хобби называется. Нет не продавать просто ее ремонтировать мне просто нравится не ковыряться. Замечательно ремонтируете ковыряетесь если вы хотите от чего-то денег иметь преподавайте танцы. Я понял. Спасибо. У нас просто заканчивается лекция к сожалению у нас есть еще может быть несколько моментов которые я хотел бы еще обговорить как расставаться с людьми я думаю что вы все знаете но я хотел бы все равно как бы еще раз на этом акцентировать это важный вопрос. Нужны хорошо прописанные законы и законы должны увольнять людей а не начальство это первое второе в законах должны быть прописаны не только деловые аспекты отношений но и идеологические потому что есть идеологические причины увольнения людей понимаете допустим некоторые думают что если человек работает хорошо оболтает значит нет оснований увольнять это неправильно надо прописывать идеологические моменты и основание это тоже должно быть очень важным дальше нужно расстаться так чтобы человек понял что он не прав для этого нужен специальный сотрудник способный ему это объяснять это очень это талант определен объяснять человеку что он не прав такой человек должен быть в коллективе если вы сами такой человек нет проблем и еще интеллектуальный ценный обманщик опаснее просто безответственного рабочего если у вас есть там остап бендер в коллективе будьте осторожны такой человек который очень крутой он нужный но он разводящий понимаете да результат будет ужасен потому как он о вас отзывается общайтесь с сотрудниками узнавайте как он обо мне если он за плечами за вашими вас обсуждает значит все это этот человек никогда человек не может скрыть свою природу рано или поздно из его рта все выйдет сто процентов супруга да надо это делать только надо это делать как жена начальница начальника как мать это супер вообще идея знаете что надо делать надо просто приходить в коллектив и дарить подарки там людям раздавать что-нибудь там конфетки женщинам просто я вас люблю понимаете то есть он все вольно смирно а вы приходите ой мои хорошие там конфетки раздали все супер вот такое сочетание просто отличие и они вам будут приходить на него жаловаться там вы приходите обещали у женщины и вы будете их успокаивать все будет классно это супер идея класс когда жена поддержит мужа устанавливает добрые счастливые отношения с его сотрудниками она как бы ни при делах она ни за что не отвечает просто всех любит и все особенно тех кого он обидел очень классно если есть такие способности супер вот вопрос такой был о теме как выстроить саморазвивающуюся компанию первое на первое место я бы поставил способность видеть деловые качества людей развивайте пожалуйста в себе эту способность учитесь видеть человека его природу это освобождает от лишних излишней занятости потому что несколько лет нам нужно человеку чтобы разобраться в том как человек будет эффективно или неэффективно действовать в каком-то месте а если вы научитесь чувствовать людей и предвосхищать события вы будете экономить столько сил времени не будете тратить на то чтобы человека как бы есть один принцип в этом вопросе запомните если человек за полгода не проявил себя в этом ракурсе он никогда в жизни в этом направлении себя не проявит понимаете то есть если вы видите что человек пошел в эту сторону развиваться за полгода значит полгода идет адаптация а потом через полгода если он пошел хотя бы за полгода это увидели что он пошел в этом направлении двигаться значит он дальше будет двигаться если вы видите что ему не хватает квалификации качеств не хватает личности и думаете что он их разобьет это ошибка, я говорю не о характере, а о качествах разума, что природа человека по разуму, то есть его способность успешно делать какое-то дело всегда определяется за полгода, поэтому никогда больше полгода не давайте испытательного срока, то есть если вы поставили на какую-то должность серьезную человека, за полгода ничего не произошло, до свидания, смело, он может сказать я еще немного, вот я сейчас еще напрягусь и все нормально будет, не верьте в это, потому что разум никогда не меняется у человека в течение жизни, за полгода все становится понятно и потом до свидания, или здравствуй, а до этого просто ноль, просто человек на испытательном сроке никаких отношений, ни здравствуй, ни до свидания во время испытательного срока. Следующее, если вы сможете развить в своем коллективе мотивацию нравственную и духовную, тогда этот коллектив станет саморазвивающимся. Надо давать людям возможность рисковать на мелочах и дивидировать на мелочи людей и смотреть, как они на мелочах действуют. Если на мелочах действуют хорошо, дальше больше ответственность давать, потихоньку поднимая ответственность. Если вы ничего не дивидируете и не поднимаете ответственность у людей, значит тогда не сможете выстроить саморазвивающуюся компанию. И еще надо видеть очень сильно, учиться логику бизнеса и выстраивать его в свой бизнес, прописывая каждую деталь. Если вы сможете это сделать, тогда все тоже будет саморазвиваться. Вот это как бы ключевые моменты саморазвивающейся. Но самый ключевой момент это способность видеть людей. Если вы не видите природу людей, а все время ошибаетесь в ней, вы не можете быть топ-менеджером компании. Именно это его является главной квалификацией. Он видит людей и вселяет в них веру. Два качества саморазвивания. Я не знаю, что вам сказать. У меня есть друг в Питере. У него по всей стране кофейные автоматы стоят. У него мощнейшим образом этот бизнес развивается. Но при этом он сам занимается активной духовной практикой. Кофе не пьет. Он тоже не пьет кофе? Здесь трудно ответить, понимаете, на этот вопрос. И мой друг вот этот хочет рано или поздно начать заниматься чем-то другим. Более хорошим. Ну, трудно сказать. Кофе, по крайней мере, это не водка, понимаете? Очень трудно развивать деятельность абсолютно благостную. Попробуйте вегетарианский ресторан в Москве открыть. Это нереально сложная задача. Это очень сложно, понимаете? Поэтому, если у человека ресторан и бизнес, ну, какой-то компромисс, возможно, будет сначала. А потом можно выйти на более серьезные отношения с Богом. Но не всегда это возможно сразу. В этом мире, в нашей стране, человек не сможет прожить абсолютно честно. Не сможет. Это невозможно. В деятельности придется чуть-чуть хитрить, к сожалению. Может быть, что-то делать не так, к сожалению, иногда. Но всегда надо стремиться постепенно, со временем, сделать все правильно. И тогда Бог будет доволен. Спасибо большое. Я не могу ответить на вашу вопрос. Не знаю, чего сказать. А можете я ответить, что вопрос сделаю? Давайте. Ну, в деятельности вы можете заниматься хорошим кокером. О, видите, есть хороший кокер. В деятельности кокер представляют себе лица, довольно полывающиеся к терминам страны и мира. А вот, какое вы делаете для них... А что там, кокер из кофе или... А, вообще, в кофе нет наркотика. А, в кофе, в какао нет наркотика. В кофе есть. Может, в какао заниматься вместо кофе? В кофейной тоже. Кокер из кофейной только. Да, спасибо. Вы знаете, что хоть развивающиеся страны, хоть не развивающиеся, в кофе есть кофеин. Это наркотическое средищество. Ну, в Москве в любом случае людям без кофеина, мне кажется, прожить невозможно. Я занимаюсь кофе. Нормально занимайтесь, но поизучайте, что это такое. Это важно. Я изучаю, слушаю ваши лекции, никакого внутреннего противоречия не ощущаю. Замечательно. Я не буду вызывать... К колоколю отношусь плохо. Я не буду вызывать у вас противоречия. Дмитрий Ильич, вызывайте противоречия небольшой. Почему сейчас вы спите? Почему я сейчас не сплю? Потому что читаю лекцию. Вы хотите, чтобы я спал, или нет? Долг человека выше режима. Можно? Да. Олег, значит, мы много говорили про идеологию, вот по отношению к рабочей среде. А имеет ли место такое понятие в семье? И применима ли идеология к семье? Идеология семьи — это любовь. Если ваш человек не имеет никакой идеологии близкой, значит, у вас не хватает любви к ним. Всегда, когда близкого человека любишь, у него сердце меняется и становится ближе к Богу. В этом единственная идеология семьи. Если вы ставите любовь к человеку ниже, а идеологию выше, значит, семья, несомненно, будет разрушаться, и отношения не будут развиваться. И он улучшаться тоже не будет в этом случае. Поэтому любовь является в семье главной идеологией, а всё остальное подтягивается в результате любви. Если человек это не может понять, он будет терпеть крушение вечной жизни. Я скажу, я в отношении детей. В отношении детей создавайте чистую атмосферу в отношениях с мужем. Дети почувствуют эту атмосферу и будут развиваться. Не давайте детям смотреть грязные фильмы. Создайте им атмосферу чистоты в фильмах, в компьютерах и во всём. И тогда они будут развиваться честными людьми. Однозначно нужно ограничивать воздействие ребёнка на него пошлости и гадости, без всякого сомнения. Потому что иначе ребёнок деградирует. У него нет разума, чтобы это дифференцировать. Спасибо большое. И последний вопрос. Я вынуждена в село в жизни в ситуации заниматься деятельностью, которую никогда не планировала заниматься. И вот, ну, вроде как надо. Какая медленность? Ну, преподавание. До этого я себя видела, в общем, и, наверное, нашла как менеджера. Да, так и есть умение. Вот так. А как бы с преподаванием я как-то не могу понять, что мне делать дальше. Жить с этим и найти себе работу по своей природе постепенно. Мои дорогие друзья, к сожалению, наше время закончилось в общем. Мне прислали такую записку. Я надеюсь, что я как-то помог вам.